Как дела? Так, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вновь Казуко Фэмили, и мы начинаем проходить уже третью часть Broken Sword, которая называется Sleeping Dragon, Спящий Дракон, так что присаживайтесь поудобнее, я сразу скажу, что я эту часть вообще не проходил, она для меня нова, вот, так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, делайте чаечек-копьёчек, приглашайте друзей, не тормозите, будет веселей, да. Так, значит, если кто не знаком, вот первая часть, краткий пересказ, я проходил первую часть, вот. Вот. Однажды молодой американский турист по имени Джордж Стобарт присел за столик открытого парижского кафе, ему и в голову не приходило, что через несколько минут жизнь его навсегда изменится, и что скоро ему предстоит колесить по миру, сражаясь с древним врагом, угрожающий самому существованию нашей цивилизации. Кафе разрушено страшным взрывом. Джорджу повезло, что он остался жив, он вспоминает, что видел не только жертву, но и убийцу безжалостного киллера, который заложил бомбу, нарядившись к клоуну. Так, это первая часть, погнали. Так, с искем, да, нам нужно нажать. Теперь вторая часть. Прошло полгода с тех пор, как закончилось маленькое приключение, описанное в игре «Сломанный меч. Тем не тамплиеров», пока Джордж был в Америке, ухаживая за отцом. Ника, проводя журналистское расследование, напала на след международной организации, занятой контрабандой наркотиков. Перехватив некий пакет, она обнаруживает в нем вместо кокаина загадочный камень, покрытый странными символами. Ника обращается к профессору Убье, известному знатоку культуры майя. Он в восторге и приглашает ее зайти к нему домой. Вот, это у нас... какая часть? Ну... Вторая. Есть еще тамплиеры 2.5, они мне в принципе понравились, но это фанатское дополнение. Вот, теперь тамплиеры. В начале 12-го столетия христиане, совершающие паломничество в Иерусалиме, все чаще и чаще гибли от рук царацинов. В 1119 году в одном из таких налетов было убито более 300 паломников. Рицари первого крестового похода к этому моменту уже давно вернулись на родину. Кто теперь мог защитить поселенцев и их гостей? Ответ. Новая генерация монахов-воинов. В том же самом году Гугл Де Пайен предложил свои услуги королю Иерусалиму Балдуину I. Ну так, короче. Ладно. Не будем мусолить. Всем приятного просмотра. Я еще проверю звук на всякий случай. Тикс. Вроде все... ...понастроено. По крайней мере... ...я хочу так думать. Просто тут почему-то сбивается графон... ...настройки, надеюсь, они больше не собьются. Присаживайтесь поудобнее, а мы продолжаем такое интересное приключение, как Broken Sword. Присаживайтесь поудобнее. Настоятель. Мой господин. Началось. Сила растет. Готовы ли вы выполнить свое предназначение? Мы не разочаруем вас, мой господин. Разочаруем? Ценой неудачи станет Армагеддон. Идите, и дохранит вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok У тебя есть девушка, Джордж? Скорее, нет. Как это? У меня была девушка в Париже, но из этого ничего не получилось. Наплёй, приятель. Мне про этих француженок много чего рассказывали. Она могла бы запасть на старого австралийского аборигена. Если бы это помогло ее карьере, то да. Да, в такую погоду моя старая керосинка сама летит. Ничего делать не надо. А в такую? Да, плюнуть и растереть! Хорошо, что у нас их два. Через пару секунд мы с тобой вместе посмеемся. Хотя парижан сегодня снова ожидает теплый ясный день, на юге Франции продолжаются странные погодные явления. В Марселе дождь идет уже 20 дней, в Бордо – месяц. Со всего мира, от Пекина до Нью-Йорка, приходят сообщения о землетрясениях, наводнениях и тайфунах. Чего ждать дальше? На шестой саранчи? Кто там? Вернон Блие. Это Нико Калар. Так быстро? Вы сказали, что это срочно? У нас совсем мало времени. Скоро сила достигнет своего пика. Генераторы работают на полную мощность. Смотрите, я все расшифровал. Это еще никому не удавалось. Они заплатили мне хорошие деньги. Но наша планета – мы в опасности. Теперь они хотят убить меня, потому что я слишком много знаю. Каким-то чудом нам удалось приземлиться в джунгли. Я был жив. Потом я почувствовал запах дыма. Надо было отсюда выбираться и побыстрее... Да, чувак, надо выбираться. А то нам будет пиздец. Я осторожно расстегнул ремень безопасности. Так. Ну вот, мы начинаем игру. Она в полном 3D. Ну как сказать, плюс это или минус? Я ничего не могу сказать, но... Что уж поделать. Будем привыкать. Никогда не знаешь, в какой ситуации тебе может пригодиться бутылка пива. Ну да. Типа того, Джордж. Согласен. Да, неудобно будет управлять, но... Что поделать. Мы балансировали на краю скалы. Понятно. В такой ситуации дым плохой признак. Согласен. Открыть окно было невозможно. Да. О-о-ой, Гарри! Что происходит? Гарри! Ух, еще бы чуть-чуть и... Нет, о безопасности речи не шло. Мы балансировали на краю скалы. И я оказался заперт в задней части самолета. Так, а подожди. Мы не туда, не туда. Ящик был туго прикручен к раме с тропой с металлической пряжкой. Пряжка была простая. Я легко освободил ящик. Отлично. Так, ну пока все просто. А вот как его двигать туда, это вопрос. Давай, двигай. Ну. Все, да? Так, хорошо. Это мы сделали. А дальше нам что делать? Напоить братишку пивом, да? Так, давайте сохранимся. Че? А я сохранился, нет? Походу, что да. Ладно. Так, теперь мы не должны свалиться, да? Это был Гарри Гиллиган, пилот. В полном отрубе. Ну, это понятно. Так, подожди. А нам теперь нужно, по-моему, разбить окно, да? Стоп, а как? Да не надо... Вот че ты делаешь, Джордж? А как листать, подожди? А, вот! Огнетушитель был пуст. Позор! Подожди. Вот так. Эй! Да! То есть, это надо было сделать, да? Обыскав Гарри, я нашел удобную открывалку. Так, только вопрос. А на... Фига нам эта открывалка нужна? Так, допустим, подожди. Хорошо. Ага. Готов доставить на какое-то место встречу, да? Открыть окно было невозможно. Окей, ладно, подожди. С ним поговорить можно? Гарри! Гарри! Проснись! Нет, оплеухами его было не разбудить. Так, хорошо. А, подожди, его, по-моему, пивом облить можно, нет? А, подожди. Давай. Давай. Мое здоровье, брателло. Я тут немного отрубился. Решил вздремнуть чуток. Знаешь, при моей работе это нечасто удается. Ты чем думал, когда влетел прямо в грозу? Ты нас чуть не убил. Давай без нервов, а? Никакой грозы не было. Она началась и с того, и с сего. Никогда такого не видел. Дикость какая-то. И сколько отсюда до посадочной полосы? Недалеко. Мы были точно над ней, когда началась гроза. Так, подожди, а чё ещё? Нереально. Что нереально? Гарри, ты в порядке? А как же, брателло. А-а-а. Подожди. Ты что, всё время это пьёшь? На вкус то, чем ангелы потеют. Я одолжил у тебя открывалку. Без проблем. Самолёт разбился в дребезге. А-а-а, ерунда. Тебе что, всё равно? А я его в карты выиграл. Потрясающе. Полный бак мне тоже за даром достался. Круто повезло. Почему? А то бы мы сюда не долетели. Ни хрена себе, мне бы подарок самолётик. Так. Ладно, попробуем вылезти в окно. Так. Ой, нет, не надо. Мне надо было утяжелить хвост самолёта. Но как? Что? Хочешь нас прикончить? Так. Гарри, ты в порядке? А как же? Бразелла. Так. Да. Посидеть. Гарри, нам нужен балласт, чтобы утяжелить хвост. Окей, Джордж. Если ты думаешь, то это поможет. Конечно, ты толстяк. Нифига тебе не поможет. Посиди, посиди. Дружок. Выберемся. Пока что. Гарри, не двигайся. Да уж, не буду. Нет, ещё рано. Гарри, оставайся на... Эй! А-а-а-а! Ух, ещё бы чуть-чуть и... Да ладно. Могло быть и хуже. Правда? Я мог и сейчас быть внутри. Что, пытаешься меня развеселить, Гарри? Ха! А знаешь, ты для америкосов вполне ничего. Не представляешь, как мне от этих слов полегчало. Мы бы могли отлично сработаться. Я могу тебя выручить, пока ты здесь. Помочь в работе. Буду тебя возить, местных построю. Так. А что, мы вниз не можем? Серьёзно? Ладно. Гарри, я тебе уже сказал. Мне надо тут кое с кем встретиться, и всё. Потом я сразу назад. Может, я его знаю? Сомнительно. Его зовут Халмондели. Никогда о нём не слышал. Вот именно. А чем он занимается? Он учёный. Какой учёный? Он живёт в джунглях. Утверждает, что построил машину, которая генерирует энергию в неограниченных масштабах. Я специалист по патентному праву. Он хочет, чтобы я оформил патент, и мы все разбогатели. Ясно? Усёк? А, понятно. Безумный учёный. Да-да-да, типа... Стоп. Я не хочу быть грубым, Джордж, но... Ты в правду веришь в это дерьмо? Разумеется, нет. А ты когда-нибудь жил, Вайдахо? Хотя бы честно. И что мы теперь будем делать? Давай, веди. Веди. Веду. вот это прям нежданчив следующий раз пожалуй я найду не такой живописный маршрут да 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 конечно так и будет отвечаю так что ты делаешь а так и надо или как подожди может надо да это конечно не у чарта но тоже приключенческая игра да подожди наверно мы не туда пошли да да я так и знал сюда не на начало прикольная начало у друга играл самое удивительное что у меня были проблемы с игрой у меня стояла старая операционная система не буду говорить какая чтобы вы не угорали но короче короче на семерке у меня запустилась да подожди а куда алё стоп чё за чё делать алё вот же вот же я вижу пещеру чё ты джордж стобарт чё ты творишь не хочешь лазить туда лазить туда да стоп чё подожди я в курсе но нам надо перепрыгивать этот водопад так подожди а стоп а почему а почему я не могу опуститься и спрыгнуть или подожди я могу в смысле не могу ничего не пойму вот честно чё за фигня и чё делать так подожди так подожди поднимайтесь на вершину горы подожди 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 поднимайтесь поднимайтесь ааааа а куда-то подниматься то начальники аааа тьфу ты блин не надо оказывается это я уже слепой Слепой. Де. Просто тут внимательно надо всё рассматривать. По сути. Беги. Давай. Так-то всё, в принципе, просто и понятно. Так. Чё-то у меня звук тормозит. Так, сейчас. Так, просто я в наушниках. Так. Погнали. Так. Так, получается. Да, мы скоро, наверное, этот момент пройдём. Так. 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 Конечно, что-то прикольное в этой части, конечно, есть. Но в полном 3D и с неудобным управлением это, конечно, беда. Но я пытался как его... Как сказать? Вещера там, что ли? Или там приколюха? Подожди. Нет? Никаких приколюх, да? Короче, я пытался джойстик подключить. Нифига, я в стиме смотрел. Там геморройный джойстик подключать. Так что приходится вот с таким управлением мириться. Но... Что поделать? Приходится, ребят. Да. Приходится идти вот на такие жертвы ради того, чтобы просто банально пройти игру. Так, стоп, подожди. Опять ползти? Ну... Давай. Посмотрим, какая еще четвертая часть будет. Я четвертую часть не проходил. Но хотя бы пройти третью. Третью. Спрашиваю последний раз, где он? Я не знаю, не знаю. Ради бога, я сказал, все, что знаю. Я вам за это бесконечно благодарен. И все же я всегда намеревался убить вас. До свидания, мистер Холмонделе. Сколько раз повторять не Холмонделе, а... Наступило утро воскресенья. Я не платила за квартиру уже три месяца. Мой редактор отправил меня на очередное шизофреническое интервью. Я должна была побеседовать с неким хакером о конце света. С каких пор все у меня пошло не так? Неужели мне больше никогда не повезет? Что случилось с моей блестящей журналистской карьерой? И вдруг все переменилось. Че? Подожди, я уже играю за Нико, да? Ну да, Париж. Так. Так, за Нико, за Нико. На скудлее объявление смотреть, серьезно? Все было тихо, но это вовсе не означало, что там никого не было. Да я понял, как бы. Ну понятно, что идти через балкон, ты, конечно, не Лара, кровь, но... Я слышала, что там работает телевизор. Возможно, кто-то был дома. Все, что я слышала, это звук работающего телевизора. Ну, музыка прикольно играет, я тут не спорю. Так. Придется обходить. И валить, да? Ну, валим тогда, что подсказать-то. Не знаю как, но я должна была перелезть через перила и дотянуться до окна в квартиру. Если как. Так. А! Передвинуть этот, что ли? Фонтанчик? Подожди. А мы... И чё? И чё это даст? А, подожди, я знаю. Короче, с другой стороны спуститься, да? Да. Давай. Угу. Это логично. Так. И... Ну, перепрыгивай, ну чё ты творишь-то? Алё. Давай. Смыси, что тебе мешает? Ну? А-а-а! Всё-всё-всё, вижу. Давай. Погнали. Ту-ту. Ту-ту. Так. А как нам теперь? Окно было надёжно заперто. Ммм... Ага. Сквозь грязные окна я смогла рассмотреть, что на полу что-то лежит. Что-то очень напоминающее человеческое тело. Чё? Подожди. Подожди, Эсс. Чёрт! Щель была слишком узкой. Карточку туда было не засунуть. А что туда можно засунуть? Из этого ничего бы не получилось. Так, подожди. Так. Подожди, сначала надо осмотреть или чё? Да. Это было окно хакера. Подожди. Эм... Чёрт! Щель была слишком узкой. Карточку туда было не засунуть. А что засунуть? Я не пойму. Пресс-карт. Моя пресс-карта. Это фото мне никогда не нравилось. Подожди. Чёрт! Щель была слишком узкой. Карточку туда было не засунуть. В смысле, не засунуть? Ты имеешь в виду, это не та дверь, что ли, или чё? Подожди. А как тогда? Это понятно. Про выстрелы я-то понял. Так, подожди. Что в другом прохождении пишут? Сейчас, сек. Подожди. Не пойму ничего. Чё я не так делаю? Блокнот это по... Так, стоп. Ну? Чёрт! Щель была слишком узкой. Ну я в курсе, подожди. Какого хрена? Идите налево на соседний балкон? В смысле? Подожди. А как мы пойдём на соседний балкон? Не понял. Там же уже вроде к ним... Блин, а можно было заранее это сказать, блин? Я не ту... Я знала, что лазить балконом — это безумие. Но эта история меня зацепила. Я не собиралась отступать. Да. Правда говорят? По пресс-карте можно пройти, куда хочешь. Чуть-чуть пошуровать между дверью и замком, и шпингалет открыт. А, вот так. Так. Не знаю, кто протирал тут пыль, но до телевизора у него руки не доходили. Шкаф был набит нестиранной одеждой. Отвратительно. Экс. Старый монитор был задвинут в угол. Да мне не монитор интересует. Подожди. Да, подожди. А тут всё, да? Посмотрели мы. Или нет? Что тут возле-то? В спальне-то. Опа. Остывшая китайская вермишель. Пакетик чая. Омерзительный. А чё омерзительного? Человек, блин, ел и всё. Чё омерзительного, блин? Мы все люди кушать хотим. Мда. Ника, чё-то ты слишком требовательна стала ко многим вещам. То и телевизор не нравится, то и еда. Чё тебе ещё не нравится, блин? Так, подожди. А... Нежные полки. Хм. Дверь вела вглубь квартиры. Ну, заходи. Парень был несомненно мёртв. Блин, да никто не сомневается, что его кикнули. Как бы. Так. Да, чё-то текстурки здесь такой себе, я скажу. Компьютер был сильно повреждён. Да, не везёт. Так, ты шо у нас такое, гильза? Это была гильза от пистолета, из которого стреляла убийца. Я взяла её. Мне нужны были любые улики, которые я могла найти. Окей. Текст. Да что такое? Кому нужны украшения, когда есть телевизор? Смотря какие украшения. Я думала, что мне придётся обыскать тело. Давай. Оно всё ещё было тёплым. Всё, что я нашла, это его визитную карточку. Вернон Лиэ, программист-консультант. Да, это был именно тот сумасшедший программер, с которым я собиралась встретиться. Возможно, сумасшедшим он как раз не был. Больше на нём искать было нечего. Угу. Так. А деваная комната? Не пойму. Там что ли? Где? Да, деваная комната. Дверь была крепко заперта. Угу. 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 Если бы я ещё знал, куда именно нам нужно... Что такое? Отойди от дверей. Вон туда, чтобы я тебя видела. Хорошо, хорошо. Как скажете. Я долго этого ждала. Мы встречались раньше? О, да. Правда? В первый раз вы определённо не произвели на меня должное впечатление. Посмотрим, как ты будешь умничать, когда я тебя убью. Всё, пора. Окей. Первая смерть, чё сказать. Давай. Всё, время вышло. Ааа! 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 На этот раз ты меня не остановишься. У меня прекрасная память на лице. Тогда почему я забыла её лицо? Оооо! Ааа! С холодильничком получи. Чёрт! Иди сюда ты, корова! И куда-то она свалила, да? Ням. О, мы назад можем вернуться? Серьёзно? Опа! Есть смысл назад возвращаться. Так. Так, окей. В принципе, как я... Не предполагал, что нам нужно делать, да? Так. Сообщения можно прослушать, чтобы были какие-то доказательства, да? В принципе. Поэтому... Возможно, мне следовало позвонить... Так, подожди. Надо позвонить в газету. Отдел новостей. Кэндис, старик у себя? Да, но у него священие. Скажешь ему, чтобы он нашёл мне на сегодня подмену? Аааа... Значит, этот пристукнутый технарь оказался лакомым кусочком, да? Не совсем. Могу только сказать, что это утро преподнесло мне массу сюрпризов. Ты меня заинтриговала. Готова прислать материал? Спасибо. Пока. Хорошо, давайте позвоним Вернону Блие. Кстати, у тебя есть что-нибудь на этого программиста? Только то, что он один из лучших в своём деле. Спасибо. Так, подожди. Ааа, что ещё? Пока. Так, подожди. Ещё раз позвонить. Давай. Возможно, мне следовало позвонить... Да, Лабино, давай. Я подумала, что у Андрея могут быть какие-то идеи. Давай. Позвоним, позвоним. Андре Лабино. Привет, Андре. О, моя дорогая Нико, как дела? Как обычно, скучать не приходится. Да я собиралась взять интервью у одного парня. А тут его взяли и застрелили. Господи, ты не пострадала? Я в порядке. Нежданчик. Моя убийца убежала. Я не успела её остановить. Её? Это была женщина? Точно. И это ещё не самое странное. Думаю, это больше, чем просто убийство. Однако... Ты что, опять пустилась в одно из... Своих маленьких приключений? Нико. Эй, ты это о чём? Надеюсь, что в этот раз обошлось хотя бы без этого идиота Стопарта? Андре, меня чуть не убили. Ну ладно, ладно. Так, тёмноволосая женщина. Проблема в том, что я не могу найти никаких улик, чтобы начать расследование. Убийца должна была оставить хоть какой-то след. Обыщи всё вокруг. Посмотрю, что получится раскопать. Кстати, голос, ребят, походу, похож на эту. Из игры героиню Steel Life. Я забыл, как её зовут. Я обязательно, кстати, ещё на своём канале, наверное, пройду Steel Life. Вот не знаю, обе части пройти или нет, но вторая она скучная. Вот вторая часть Steel Life реально скучная. Так, ладно. Да, ням-ням-ням-ням. Расслушаем сообщение. На автоответчике полезная информация. У вас есть три новых сообщения. Вернон, детка, это маман. Я готова свихнуться. Я простирала твои брюки три раза на 100 градусах, а пятно всё равно не отходит. Это больше похоже на цемент, чем на майонез. Ладно, я всё равно всё погладила. Ненавижу эти машины. Арвуар. Увидимся в выходные. Это не куколяр из Ла Либерте. Просто сообщить, что я буду в восемь, как обещала. До свидания. Вернон, это Беатрис. Удачи с этой журналисткой. Потом приходи в сад, и я буду ждать тебя там. Люблю тебя, долгоносик. Долгоносик? Хе-хе-хе. Так, подожди. Так, тут нам говорится, что нужно обыскать мусорку. Так, стоп, подожди, а где мусорка? А, вот она. А ну-ка. Кто-то выбросил выписку из банковского счёта. Угу. Выписка нам, видимо, понравится. Задница. Так, ладно, неважно. Не будем отвлекаться на задницу. Сковородку мы подобрать не можем. Это факт. Так, подожди. Тикс. Ага. А что было под ковром? Я отодвинула ковёр. Одна из половиц была ослаблена. Открывай. Половица легко приподнялась. В пространстве под ней лежал маленький сейф. Комбинация могла соответствовать номеру на банковской выписке. Эта слабая надежда расставила, как только я ввела цифру. Чёрт. Так, ну естественно. Так. Ага. Так, что? Комбинация с чем? Подожди, комбинация с чем? Я могла бы тыкать пальцем, как попало, и в конце концов найти комбинацию. Но на это ушли бы недели. Это приходило мне в голову. Но я от этой идеи отказалась. Подожди. Это было бы неправильно. Подожди, а как комбинировать? Нельзя? Серьёзно? Согласно выписке из счёта, Вернон Блией был весьма стеснён в средствах. Может, именно поэтому он планировал продать то, что знал. Подожди. Это была визитная карточка, которую я нашла на убитом. Номер его телефона 0123748019. Это приходило мне в голову. Но я от этой идеи отказалась. Ладно. Попробуем выйти на балкон. Так, а балкон у нас где? Подожди. А, нет, не тот балкон. Так, стоп. Я уже в этих... Я не... Я обратно зашёл. О, кстати, а тут плакат, оказывается, это... Брокен Сворд 1. Я чё-то... Плакат не сразу... Определил. Я, кстати, не знаю, почему такие текстурки кончены в первой части, но... Увы, походу, так. Так. Подожди. Наверное, мы можем на улице что-то найти. Погнали, ребят. Угу. Ну, кстати, вроде на улице... Хотя, такие же что-то жалкие текстурки, как... Как по мне. Так. Ух-х-х-х. Что? Чё там ещё? Где-то здесь должна была быть важная улика. Давай. Нет, не здесь. Мда. Ничего, кроме мусора. Подожди. Это была просто старая газета. Ну, подбери её. Но ведь никогда не угадаешь, что тебе потом пригодится. А зачем нам наверх? Оп. И всё. И Ника не Найтан... Не Найтан Дрейк, да? Так. Что тут у нас? Улицы, таксисты. Опа. Ещё мусорный бак. Так. Но этот... Обыскать нельзя, да? Да, неудобно с клавой, конечно, играть. Просто... Обосраться. О! Опа-на. А, ну-ка. Чё там? Чувак, куда идёт-то? Давай. За ним пойду. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Да, блин, за чувак... Подожди. Она решила остаться. Блин, за чуваком иди, ёпара, сц. Подожди. Привет. Привет, красавица. Ищешь чего-нибудь? Пожалуйста. Ты пришла в правильное место? Правильное место, правильный парень. Так? По мне всё так и есть. А ты здесь давно? Ага. Порядком. Слава богу. Я репортер, мне надо задать тебе несколько вопросов. Так, подожди. Скейтер, да? Ты случайно не знаешь парня по имени Вернон? Программер? Да. Он прикольный. Зависает тут в парке со своей девушкой. А где парк? Да вон там. Где контуженная болтается. А Вернон? Ну? Боюсь, его убили. Ха-ха. Застрелили. Ох, блин. Ну, как обидно. С другой стороны, в таком месте, как это, выживают только крутые. Так, подожди. Ну, и где твоя пассия? Что? Ну, такого большого парня наверняка должна быть пассия. Ну да, конечно. У меня... У меня есть две. Ух ты. А ты? У тебя есть пассия? Еще бы. Но это тайна. Понял? Ладно. Я лучше займусь своим расследованием. Женская работа. Работа навсегда. Ага. Так, подожди. В смысле? Я этого ни за что не стала бы делать. А, ну-ка, подожди. Что-то изменится? А ну, подожди. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Подожди, в смысле? Я не решила остаться. Подожди, подожди, подожди. Стоп. Скейтбор... Блин. Давай. Где этот скейтбордист? Это было бы неправильно. Давай. Не сейчас. Так, и налево там надо свалить? Или куда? Так, подожди. А-а-а... Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. И вернуться к себе. Так, подожди. А-а-а... Подожди, все это, конечно, прикольно, но... Что это такое? Понятно. Чего? Голосовые сообщения? Это было фото Джорджа. Моего старого друга. Хотела бы знать, что он делает в эту минуту. Скорее всего, ловит рыбку в мутной воде. Для своей юридической конторы. Славные у нас с ним бывали моменты. А уж опасные, на две жизни хватит. Ну да. Так. Эту картину подарил мне Джордж. Я так и не заставила себя ее выбросить. Я себе еще знал, что эта картина означена, да? Туалет, туалет. Блин. Так, подожди. А то, что мы можем вернуться, можно теперь куда вернуться? Я решила выйти из дома. Да ладно! Ну, ребят, ну что за фигня? Почему... И сходить в квартиру вернуть. Почему? Блин, серьезно? Может, надо было не сюда именно свалить? Подожди. А ну-ка, подожди, может еще раз? Чувак, подожди! Иди сюда. Подожди. Не лучшая идея. Я понимаю. Подожди. А где она там свалить хотела? С парка? Может, с другой стороны? Просто, типа, тут сказано, что есть пасхалка. Может, можно, типа, вот эту в эту сторону свалить? Или я профукал пасхалку? Подожди. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Так как... Но решила остаться. Блин, да какого хрена? Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Блин, надо было... Но решила остаться. Блин, надо было это. Как его? Так, а если два сохранения сделать и... Как его? И загрузить? А как загрузить? Нет. А ну, а если загрузить Париж? Серьезно? Аж отсюда! Охренеть. Придётся по новой проходить. Ёкалэмэне. Даааа. Попадос, ребятки. Я прям чё-то это... Сохранения не рассчитал, как работают, блин. Ладно, пофиг. Давай. Где там спуститься можно? Ой, точнее, я поднялся. Да уж, нежданчик. Давай. Я знала, что лазить балконом это безумие. Да, я... Да, 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 это мы знаем. Давай. Ооо. Так. Правда, говорят. По пресс-карте можно пройти куда хочешь. Чуть-чуть пошуровать между дверью и замком, и шпингалет открыт. Да, есть такое дело. Так, всё равно мы там ничего не найдём. Господи. Так. Подожди. Нам надо сначала подобрать Трикс. Это была гильза от пистолета, из которого стреляла убийца. Да, 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 давай. Мне нужны были любые улики, которые я могла найти. Я знала, что мне придётся обыскать тело. Оно всё ещё было тёплым. Всё, что я нашла, это его визитную карточку. Верном-лие. Программист-консультант. Да, это был именно тот сумасшедший программер, с которым я собиралась встретиться. Возможно, сумасшедшим он как раз не был. Ладно, валим, давай. Так, а ванна эта... А ванна же закрыта вроде, подожди. Отойди от дверей. Вон туда, чтобы я тебя видела. Хорошо, хорошо, как скажете. Я долго этого ждала. Мы встречались раньше? О, да. Правда? В первый раз вы определённо не произвели на меня должного впечатления. Посмотрим, как ты будешь умничать, когда я тебя убью. Всё, время вышло. На этот раз ты меня не остановишься. Давай! Прекрасная память на лице. Тогда почему я забыла её лицо? Давай, решай, Нико. Чёрт! Иди сюда ты, корова! Куда она девалась? Так, может, сразу попробовать пасхалку использовать? Ладно, попробуем сразу. Так. А потом, наверное, вернёмся. Тикс. Мне просто интересно пасхалку использовать на туре. Где этот скейтбордист? Чувак, ты где? Блин. Где он там? Лазит. Эм. Чё за фиг... В смысле? Где он? Эм. Так, я его что-то потерял. Где он? А, вот он. Чувак, тормози! Тормози, ну! Блядь, ты сможешь тормознуться, нет? Подожди. Так. Да подожди ты, блядь! Дай мне с тобой поговорить, заколебал. Так, подожди. Это в смысле? Не имело смысла даже пробовать. Из этого ничего бы не получилось. Да-да-да, теперь попробуйте посвалить. Откроется эта херня. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Ну и чё, пасхалки нету? Ну, квартира и чё? Какого хрена? Алё. Ну, решила остаться. Подожди. Перед парком? То есть это получается нам... Тайо Парасете. Туда, что ли? В другую сторону? Ой, как тут управление, ребят, неудобно. Вы бы знали. Это вообще кошмар. Так. Перед парком. Ну, перед парком это вот это. Подожди. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Ну? И вернуться к себе. О-о-о-о, май факин гад. Ну, это ж вообще не то. Чё за фигня? Компьютер её там, хата. Чё за фигня вот реально? Блин, почему пасхалка не открывается? Я же использую губную помаду. Чё за фигня? Я решила выйти из дома. Ни хрена пасхалка не заработал. Исходи, с квартир верну. Может, ещё раз попробуй ски... На скептбордисте эту херню. Подожди. Ну? Иди сюда, чувак. У меня чё-то... Подожди. Пасхалка на тебе не работает. Из этого ничего бы не получилось. Да, а кто? Мне это было совершенно ни к чему. Это приходило мне в голову. Но я от этой идеи отказалась. Это было неуместно. Да, да, да. Теперь доступна хата будет. Ой, пасхалка. Чё-то пасхалка не активируется, блядь, в этой версии. А ну-ка. Ну? Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Ну-а-а, ну почему пасхалки нет? Короче, в пизду, честно. Давай, вали нахрен. Давай уже поговорим. В хату обыщем этого чувака, блядь. И я время зря трачу. На все эти пасхалочки, блядь. Ну? Где этот... Скейтбордист. Чувак, а ну иди сюда. Не лучшая идея. Да, я в курсе. Подожди. Привет. Привет, красавица. Ищешь чего-нибудь? Пожалуйста. Ты пришла в правильное место? Правильное место, правильный парень, так? По мне все так и есть. А ты здесь давно? Ага, в порядке. Слава богу. Я репортер, мне надо задать тебе несколько вопросов. Угу. Ты не видел, здесь женщина не пробегала? Недавно. Нет, вряд ли. На этом углу женщины обычно сбрасывают скорость. Наверное, ушам своим не верят. Что? Я говорю, что охотно в это верю. Сходи к контузии. Это кто такой? Такая охранница со стоянки. Ничего не пропускает. Хм. Тебе надо сменить фотографа, детка. Правда? Ты так думаешь? Заходи как-нибудь ко мне в студию. Ты случайно не знаешь парня по имени Вернон? Программер? Да. Он прикольный. Зависает тут в парке со своей девушкой. А где парк? Да вон там. Где контуженная болтается. А Вернон? Ну? Боюсь, его убили. Застрелили. Ох, блин. Ну как обидно. С другой стороны, в таком месте, как это, выживают только крутые. Ты раньше видел гильзы? Конечно. Это из настоящего пистолета. Тоже мне событие. Для одного человека это было большое событие. Ну, и где твоя пассия? Что? Ну, такого большого парня наверняка должна быть пассия. Ну да, конечно. У меня... У меня есть две. Ух ты. А ты? У тебя есть пассия? Еще бы. Но это тайна. Понял. Ладно. Я лучше займусь своим расследованием. Женская работа. Работа навсегда. Ага. Понятно. Короче, нафиг. Так. Такс, такс, такс. Подожди. Это была просто старая газета. Но ведь никогда не угадаешь, что тебе потом пригодится. Согласен, согласен. Не угадаешь. Тут не поспоришь. Халабайс. А здесь есть? Если не знаешь, что делать, порой все в мусоре. Только там ничего интересного не оказалось. Угу. Так. Подожди. Нам обратно надо залезть. Квартиру обыскать. Так. Ну, звонить мы, наверное, никому больше не будем. Смысл. Нам вообще толком. Вроде. Ничего. Не говорят. Не говорят. Не говорят. Так. Еще раз пробуем. Кто-то выбросил выписку из банковского счета. Ну, ты ее подобрала, нет? Выписку. Вроде да. Так. Возможно, на автоотвечики полезная информация. Да. Смотри. У вас есть три новых сообщения. Вернон, детка. Это маман. Я готова свихнуться. Я простирала твои брюки три раза на 100 градусах, а пятно все равно не отходит. Это больше похоже на цемент, чем на майонез. Ладно, я все равно все погладила. Ненавижу эти машины. Арвуар. Увидимся в выходные. Это не Коколяр из Ла Либерте. Просто сообщить, что я буду в 8, как обещала. До свидания. Вернон, это Беатрис. Удачи с этой журналисткой. Потом приходи в сад, и я буду ждать тебя там. Люблю тебя, долгоносик. Долгоносик? Долгохренососик. Так. Подожди. Давай. Проверим. Я отодвинула ковер. Одна из половиц была ослаблена. Ага. Проверяй. Половица легко приподнялась. В пространстве под ней лежал маленький сейвус. Так. Угу. Комбинация могла соответствовать номеру на банковской выписке. Эта слабая надежда растаяла, как только я ввела цифры. Чёрт. Так. Ну, вроде всё, да? Такс. По-моему, комбинацию знает эта. Его девушка. Что? Блин, ты так идёшь? Мне кажется, ты пыталась она, блин, подкрасться. Так. Тинь-тиり-тир-тили. Тинь-тир-тири-тинь. Тинь-тир-ти��-тили. Тинь-тири-тири-тинь. Такс. Ну. Тинь-тили-тири-тили. Так, подожди, а перебраться мы можем, да? Нафиг нам тогда вообще труба? Труба шатал. Так. И где? Опа-на. Итак, что мы имеем? Парик. Имеем. Это был парик. Весьма дорогой. И что еще более важно, он в точности повторял мою прическу. Такс. Окей, давай. Бирка внутри была срезана. Убийца замела следы. Почти. Внутри обнаружилось несколько прядей белокурых волос. Так что женщина, за которой я гонюсь, действительно блондинка, а не брюнетка. И ты так этому рада? Такс. А это что такое у нас? Ничего? А я-то думал, что это что-то... Калитка была заперта. Аааа. Так. Калитка. 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 Такс. С бабой, которая подметает, да? Так, а баба, которая у нас подметает, была... Ааа, вот она, да? Тетя. Тетя. Бонжур, мадам. Бонжур. Да чего, мне надоела эта работа, скажу я вам. День за днем все та же тоска. А чего вы ее не бросите? Бросить? Да что вы себе позволяете? Говорите мне, чтобы я бросила работу. Я подумала... Подумали, что вы для меня слишком хороши, я так понимаю. Нет, вовсе нет, я не хотела. Я была танцовщицей, между прочим. Танцевала в Мулен Руш. Так что садись на свой байк и дуй отсюда. Это просто замечательно. Разумеется, Альфонс и слышать об этом не хотел. Я не позволю тебе сверкать панталонами на пол Парижа, он так сказал. Найди нормальную работу. Ну, я и нашла. Да, настоящий современный мужчина. Он был истинный ангел. И только попробуйте о нем дурное слово сказать. А, так, подожди. Этот парик принадлежит женщине, которую я ищу. Миленький. В Мулен Руш у нас у всех были такие красивые парики. Вы не видели женщину в этом парике? Нет. Она танцовщица? Нет, гораздо хуже. Ага, значит, певичка. Те-хе-хе. Так. Может, вы случайно видели здесь светловолосую женщину? Она прыгнула в спортивную машину и умчалась. Спасибо. А куда она пошла? Она прыгнула в спортивную машину и умчалась. А вы не можете назвать марку машины? Вы за кого меня принимаете, а? За механика, что ли? Спросите у кого-нибудь еще. Хм, интересно. Вы не знакомы с молодым человеком по имени Вернон? Я уж точно понятия не имею, на что вы намекаете. Я замужем. Разумеется, но это между нами. В те времена, когда я танцевала, все было совсем иначе. Это со всеми случается. Никто не уйдет. Что вы хотите сказать? Посмотрите на фотографии. Вы уже подурнели. Самое приятное, что может услышать девушка. Хм, окей. Еще один вопрос. Ваш муж, Альфонс, он здесь? Нет. Я подумала, может, он что-то видел? Вряд ли. Почему? Он ушел от меня 20 лет назад. Сбежал. С певичкой. Потрясающе! Как вы догадались? Случайно. Спасибо за помощь. До свидания. Урвуар! Женская эта, как ее? Итуиция! Да что я зазевался, млядь. Так, где этот скейтбордист? Чувак, иди сюда. Ты вроде должен. Привет. Привет, красавица! Отличная доска. Дело не в доске, а в том, что ты умеешь с ней делать. Так мне и говорили. Я ищу блондинку. Я тоже. Ты забавный. Стараюсь. Только если серьезно, ты же сказал, что ищешь женщину с темными волосами. Правда? Теперь я совсем ничего не понимаю. Я знаю. Я всегда на женщин так действую. Здесь никаких женщин не бегало. Когда девчонки увидят, что я вытворяю с доской, они по большей части останавливаются. Посмотри на этот парик. Ага. Красивый. Только не совсем мой стиль. Он принадлежал женщине, которая убила Вернона. Женщина, на которой он был, только что убила человека. Ааа. Ну че, чувак, офигел? Ты тут часом не видел спортивную машину? Недавно. Красный Ягуар и Тайп, да? Да. А почему ты обратил на него внимание? Я на похожем катался. А ты номер с лучием не запомнил? Я люблю кое-какие номера, только не эти. Это я не про ботинку. Ладно. Все равно спасибо. Надеюсь, ты убийцу поймаешь. Поймаю. Так. Спасибо за помощь. До свидания. Ну понятно. Теперь походу говорит с инспектором. Так. Инспектор, гаджет, мы идем к тебе. Инспектор. Ой, fucking my, инспектор. Давай. Так. Вот и инспекторша. Так, ребятки, я сейчас сделаю паузу, и мы, короче, вернемся. Так, я сохранюсь. На всякий случай, мало ли. И продолжим проходить Broken Sword. Секундочку, ребятки, секундочку. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . 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 Поряй. . 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 Да, это она. Пожалуйста, пройдемте с нами. А это у нас... Ну, говорите. Николь Коляр. Ага. Женщина, с которой он собирался встретиться. Похоже, она крепкий решек, сэр. Развязать ей язык? Пока не надо. Удостоверение личности, пожалуйста. Моя пресс-карта. Журналистка. Весьма типична. Вы не любите журналистов? Только ту бесхребетную лживую породу, которая вечно сует нос не в свое дело. Тогда меня ждут большие неприятности. Она убийца, месье. Заберите ее, пока она нас всех не поубивала. Держите себя в руках, мадам. Я провожу расследование. И мы отлично ладим. Как вы познакомились с убитым? Он связался со мной через мою газету. Он хотел встретиться. Зачем? Какая-то чепуха про конец света. Почему вы его убили? Я его не убивала. Но вы признаете, что были здесь? Когда я приехала, он был уже мертв. Я влезла через окно спальни. Убийца еще была здесь. И? Мы подрались. Вон там, на кухне. Потом она сбежала по пожарной лестнице, и я ее потеряла. Здесь определенно присутствуют следы борьбы. Инспектор? Уи. Конечно, мы по холодильнику ебанули. А еще и бабка что-то трындит. Так. Чего? У меня есть номер машины, на которой скрылась убийца. Однако вы весьма полезны. А вы точно журналист? Вы уверены? Вам нужен номер или нет? Очень хорошо. 451-SAS-75. Спасибо. Ничего, это что-то даст? Откуда вы узнали, что Вернон собирался встретиться со мной? Ваши сообщения на автоответчике. Женщина, с которой я дралась, на самом деле была блондинкой. Соседка сказала, что у нее были темные волосы. Она была в парике. Как это для вас удобно? Причем для меня. За что его убили? У вас есть идеи? Никаких. Возможно, они не хотели, чтобы он поговорил со мной. Не все относятся к журналистам так серьезно, мадемуазель. Это парик, который был на убийце. Я его заберу. Это улика. Где вы его нашли? Возле стены, в глубине квартиры. О, да, я понял. Какой ужас. Вас подставили. Совершенно верно, инспектор. Она его убила. Идите нахер, а. Я могу идти. Не отпускайте ее. Доказательства вполне очевидны. Я беру вас под арест, мадемуазель Каллар. Офицер, убедите ее. С удовольствием, сэр. Самое интересное, я что, ее из пальца убил, этого программиста? Логика, блядь. Пистолет нахер спрятал, да? Да. Сколько там по времени? Не, еще маловато, да. Так. А что, там, в глуп пещера идти, что ли, да? Эй. Вы меня слышите? Вы можете говорить? Кто вы? Чан. Да. Чан. Только не волнуйтесь. Чем, чем? Опасность. Что? Мир. В опасности Сусарро. Кто такой Сусарро? Еще несколько секунд, и он смог бы сказать мне так много. Бедняга. Будем играть в Нейтана Дрейка на минималках, да? Так. Погнали. Такую работу я мог делать с закрытыми глазами. Вообще-то, так я ее всегда и делал. Все, что я нашел, это удостоверение личности. Халмонделли. Тот самый малый, с которым я должен был встретиться. Так, окей. Опять ящики. Текс. Че у нас тут? Среди мусора я нашел открытку. Самое, что ни на есть Англия. Она пришла из какого-то Гластенберри. Подписано. Бруно. Угу. Посмотрев повнимательнее, я нашел лупу. Вдруг я почувствовал, что мне снова пять, и я снова в Калифорнии. Поджигаю папину панамку. У них не хватило времени упаковать вещи. Внутри не было ничего такого, что могло бы мне пригодиться. Что, еще что-то? Больше ничего интересного там не было. Да ладно, ладно, окей. Подожди, а куда двигать этот... Вот че тут? Я не мог понять, как открывается эта дверь. Да, куда ящик-то двигаю? Старый трюк с нажимными плитами, да? Так, стоп, подожди, тогда я понял. Стопэ. Двигаем нахер. Ага, вот и все, да? Так просто. Так, все, больше тут... Не время спать! Не время спать, пора сосать. Так, подожди. А тут ничего, да? Да. Ничего не случилось. Это напоминало огромную греческую букву Омега. В ее центре была прорезь. Угу. Прорезь, прорезь, прорезь. Тогда надо в следующую комнату пиздавать, да? Че это такое? Подожди. Я сунул в дыру палец. Ничего не произошло. Ну да, подожди. А че тут происходит-то? Какая-то машина, да? Машина времени, что ли? Так, подожди. Дровоопасная херня. Нужно было искать другой путь. Снова дверь. Так, подожди. А шо тут? Машина застучала, как мотор без топлива. И че это нам дало? Дверь-то все равно-то не открылась нафиг. Подожди. Стоп. Стоп, 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 стоп. Подожди. А... Нам наверх надо попасть, да? Или нет? Так, а че тут у нас? Лупа. А... Стоп, а если мы используем эту? Подожди. Идея была так себе. Подожди. А если использовать, допустим... Может, бутылку? Ой, лупу, да? Нереально. А-а-а... Так, подожди. Какую трубу, я че-то не пойму. Так, стоп. Баллоны были подключены к машине изобретателя. А-а-а... И че? Баллоны-то баллоны, это... Понятно, там. Подожди. Может, и... Че? Попали. Я привлек к себе внимание. Вопрос был один. Это плохие парни или хорошие? Я не думаю, что они хорошие. Так, подожди. Я взял рычаг. Опа-на! Теперь я понял, что с ним делать. Вот этот рычаг, да? Стоп, подожди. На вид рычаг точно соответствовал размеру отверстия. Ну давай. Отлично подходит. И че это дало? Это типа мы теперь можем вернуться назад, что ли? Или че? Подожди. Или как? А, ну подожди. Серьезно? Натуре? Теперь двигать туда внутрь, что ли? Подожди. А ну-ка. В натуре получится? Теперь типа туда наверх? Ну это мои предположения. Я могу, конечно... Не, я походу не это. Не ошибся. Так. Сюда походу, да? Двигай, Джордж. Я верю в тебя. Так. Подожди. Теперь. Вверх. Вверх. А дальше че? Че это такое? Как я не старался, я не мог дотянуться до гнезда. Только не говорите, что палка нужна, а? Вот серьезно. Так, стоп. Так, я так понимаю, что эта херня валится, да? Двигаем. Да? Тут все надо использовать, я так понимаю, да? Или нет? Так, подожди. Че, к нам к выходу валить, что ли? Реально? Че такое? Краем глаза я заметил знакомую фигуру. Гарри сюда все-таки добрался. Ага. Ну что ж, еще раз, снова здрасте, ребята. У меня, короче, выглядел что-то стрим. Пришлось его запускать по новой. Поэтому, снова смотрим. Наслаждаемся. Зовем друзей, ставим лайки. Ой, стоп, подожди, я опять этот рычаг забыл втащить. Так. Мы пока ничего не пропустили. Нам всего лишь нужно... Я вынул рычаг из дыры. Не обязательно комментировать, Стопард. Я не слепой, что ты делаешь. Так. Короче, нам нужно подпалить снова гнездо, и потом у меня вылетело. Так. Погнали. Металлическая палка, давай. Трыц. Получилось! Получилось, да? Да ну нафиг. Так. Погнали. Тикс. Обходим. Потихонечку. Обходим. Ага. В сторону. Таю просто. Я посмотрел по прохождению. Игра, короче, не такая длинная. Может за 3 стрима. Или... За 4. Максимум. А может и 5. Думаю, максимум 5 стримов. Или 4. Да. Да, скорее всего, может 4. Так. Сюда. Погнали. Тикс. Красота. Краем глаза я заметил знакомую фигуру. Гарри сюда все-таки добрался. Да. Гарри такой. Это была моя растопка. Это мы уже поняли, да? Прошлый раз. Так, слупа, где у нас? А, вот она. Погнали, чё. Смотрим. Смотрим. Смотрите, оно идет сюда. Он так посмотрел, типа, чувствует подъебку. Так. Блин, я вспомнил, кого мне дед напоминает. Модный приговор этого. Кто ведет программу? Быстрее! Чувак, я как бы стараюсь. Ты белый. Это просто фокус. Быстро назад. Давай, блядь. Быстрее. Твой дух. Скорее, Гарри. Нам надо отсюда убираться. Не тебе меня торопить, брателло. Пока этот псих-австралиец спасал мне жизнь, я думал только об одном. Я не вернусь в свой офис Вайдаха. Я сыт патентами по горло. Теперь я поеду в Англию и найду этого загадочного Бруно. Гластенбери, Англия. Отсюда вышло больше легенд и всякой мистической ерунды, чем из лампы Аладдина. Бывает. Якобы Иосиф Аримафейский прибыл из Святой Земли прямо сюда. И вовсе не за тем, чтобы купить дреново хрусталя за страшные деньги. Где-то здесь, среди этой дешевки в стиле New Age, скрывался парень по имени Бруно. Я должен был найти его. Я что еще повторюсь, мне 3D не нравится, потому что квестом она красиво смотрелась в Broken Sword, а вот почему-то в полном 3D. Честно, ребята, она смотрится очень странно. Ну, страшно. Я хотел сказать странно, но... Страшно. Вот. Гластенбери, отлично. Так. Че нам тут надо сделать? С кем поговорить? Так, подожди. Я не собирался уходить, не закончив начатого. Чувак, я понял, подожди. Я просто осматриваюсь, и меня уже просто это... Бесишь своим недоверием мне. Подожди. Стоп, сюда. Закрыто? Это что? Эй, есть тут кто-нибудь? Так, подожди, а это что за дверь? Похоже, здесь никого не было. И не будет, да? Такс, подожди, у нас есть тут... Что это? Блядь. Уличным музыкантам, распространителям рекламы, торговцам вход запрещен. Я решил, что мне туда лучше не соваться. Так, какие-то ворота. Ага, это что такое? Подожди, осмотрится. Я подумал, что в это время, поздним утром, большинство жителей было на работе. Угу. Так, подожди. У нас есть какой-то кабак. Стоп, что это такое? Какой-то чувак сидит. С ним по тарахтеть, видимо, да? Есть у нас Армс какой-то ходит. Ага! Есть торговцы. Ага, подожди, можно сразу с этим поговорить? Мужик! Блядь, ну! Доброе утро. Да, вам ничего не стоит это сказать. Правда? Ну да, ведь это не трудно. Нет, сэр, не трудно. А что здесь такого плохого, позвольте спросить? Ха, вы не понимаете. Я мог бы. Не могли бы, сэр, если у вас нет детей. А их у вас нет, ведь так? Ну, нет, но как вы догадались? Посмотрите на себя. Наивное лицо, лоб без единой морщины. Взгляд полон оптимизма. Ты кто? Мужчина. Так что это такое, что может понять только отец? Я бы сказал, но вы не поймете. Давайте попробуем. Когда-то я и сам держал хомячков. Я хочу сказать, это что, сильно отличается? Очень хорошо. Вы знаете о ежегодном фестивале популярной музыки в Гластенберри? Ежегодный фестиваль популярной музыки? Это один из самых популярных фестивалей популярной музыки среди популярных музыкальных фестивалей. Моя дочь Мелисса в этом году его посетила. Разумеется, против моей воли. Вы не фанат, да? Милый мальчик, вливаться в толпу полудетой молодежи, извиваться в лишенном мысли гипнотическом трансе под музыку, заставляющей сердца метаться как йо-йо, пожирая при этом хиповский фастфуд, непонятные алкогольные смеси и искажающие сознание галлюциногены. Нет, я не фанатик подобных развлечений. Ух ты, как песня. Простите? Я говорю, а вашей дочери это понравилось? Она не вернулась. А в полицию вы сообщали? Полиции тут делать нечего. Мелисса позвонила мне и сказала, что домой она не вернется. Судя по номеру, она звонила из Гластенберри. Она все еще где-то здесь. Если она с кем-то связалась... Ну что ж, у меня в Ландровере лежит мой ПРД. ПРД? 12-й калибр, два ствола, универсальное обеззараживающее устройство. Угу. Такс. Узнаете это место? Гластенберийский Тор. А что вы знаете об этом Торе? Хорошее место, чтобы развернуть артиллерию. Ясно, понял. Спасибо. Так. Ну а смысл о себе говорить, Джордж? Так, подожди. А нам нужно идти в эту вторую, да, ситуацию? А куда? Подожди. А это что? Я попытался открыть дверь. Угу. Дверь была заперта. Время открытия еще не наступило. Так, подожди. Я понял. А... Там лестница какая-то должна быть. Привет, меня зовут Стобарт, Джордж Стобарт. Какая прелесть. 2Т, 2Б. Вы бы удивились, если бы узнали, сколько народу пытаются поставить на конце Д. Меня больше ничего не удивляет. Айман Омара. Вы ирландец? Нет, я с Гавайи. Род Омара с острова Мауи. Вы не с Гавайи? Нет, не с Гавайи. Я соврал. Вы необычайно проницательны. Ваш мыслительный процесс, несомненно, отличается особой ясностью и высочайшей степенью рациональности. Так чего вы хотите, мистер Стобарт? Ммм... Вы видите того парня, который шагает туда-сюда? Этот? Армейский этипаж? На англичан этого сорта у меня аллергия. Да? А почему? Если у вас есть в запасе пара столетий, я вам объясню. Я боюсь, что он собирается кого-то убить. Ага. Вы начинаете понимать мою аллергию. Цы. Бывает, чё. Так, подожди. Эта открытка вам о чём-нибудь говорит? Нет. А должна? Думаю, нет. Решил спросить на всякий случай. А кто такой Бруно? Хотел бы я знать. Угу. Так. Как вам нравится город? Диснейленд. А где тогда туристы? Не знаю. Наверное, для хиппи сейчас не сезон. Интересно, а при чём тут хиппи? Так, ладно. Ммм. Так, короче, он ничего, в принципе, не знает, да? Странно. Так, подожди. Это была дверь в паб Йоминский герб. И чё? Я попытался открыть дверь. И всё закрыто, да? Дверь была заперта. Время открытия ещё не наступило. Так, подожди. Время открытия, время прикрытия. А-а-а. Зейзи Кик. Так, подожди, а это что такое? Вот это. Эй, есть тут кто-нибудь? Я не собирался уходить, не закончив ночью. О-о-о, я знаю, что ты не хочешь уходить, Стобард. Я по прохождению пытаюсь играть. Твою же мать. Так, подожди. Ммм. Внутри никого не было. Ещё возможно, что они просто не хотели со мной разговаривать. А-а-а, вот тут же... Стоп. Не здесь можно перелезть? А ну. Нет? А то казалось, что здесь нет. А-а-а, вот и хиппи, да? Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Ну и не рассылай. Мне таблица была не нужна. Так, Стобард, я понял. Подожди. Мне не нужна была ни одна из этих книг. С такой книжкой в кресле не расслабишься. Какими серебряными монетами? Не пойму, подожди. Стоп. Зачарованный Авалон. Баллада мистической эпохи. Книжка, похоже, была очень увлекательная. А-а, вы нашли мой маленький труд. Как я понимаю, для труда она маловато. Что вы имеете в виду? Это книга стихов. Она может быть любого размера. Красивая обложка. Спасибо. Это ведь моя работа. Я издаю себя сам. Крупным издателям духовность чужда. А что это за монеты? Иосиф Аримофейский привез сюда Святой Грааль. Здесь похоронены Артур и Гвеневер. И не забудьте, что Архангел Михаил победил на Торе Дракона. Каждая из серебряных монет отчеканена в честь одного из событий в истории Гластенберри. Истории? По мне это больше похоже на народные сказания. Вы говорите, они серебряные? Ну, посеребренные. У меня есть хороший друг, который их для меня делает. Ага. А в открытке спросить? Так, а где там сорвать тоже не пробую. Эй! Клиентам наверх нельзя. Ага. Точно. Мне эта таблица была не нужна. Ладно. Попробуем с ним. Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Да с ним поговори. Алло. Привет. Меня зовут Джордж Стобарт. Добро пожаловать в космическую фею. Я Тристан Хиладж. Владелец магазина. Могу я вам чем-нибудь помочь? Надеюсь. Так, а о чем можно его спросить? Вы торгуете такими открытками? Да, это наш эксклюзив. Отлично продается. А в другие магазины вы их поставляете? Нет. Слово эксклюзив именно это и означает. Правда? Вот не знал. Заметно. Есть еще что-то, на что я мог бы пролить свет? Имя Бруно вам о чем-нибудь говорит? Бруно. Бруно. Нет. Не думаю. Правда? Да, правда. Вы уверены? Разумеется, я уверен. Я никогда в жизни не встречал человека по имени Бруно. Вы утверждаете это очень решительно. Его тон сразу вызвал у меня подозрения. Угу. Так. Что-то мне подсказывает, что вы не совсем откровенны. Кто такой Бруно? Где я могу его найти? Я не знаю, о ком вы говорите. Убирайтесь из моего магазина, вы меня раздражаете. Да, я уйду. Как только вы мне ответите на некоторые вопросы. О, господи. Вы ведь не налоговый инспектор, а? Черт возьми, не. Может, я и юрист, но капля гордости у меня еще осталась. Так, подожди. Так, расспросить его о трестании по стояльцах. Ага. Окей. Так, тогда, пока этот хрен нам... Привет, это опять я. Да. Так сложно управлять, это просто жопа. Так, теперь нам надо с полковником, да, поговорить? Так, подожди. А где полковник? Полковнику никто не пишет. Не ждет. Полковник. Я тут песню из Би-2 тебе пою. Здравствуйте еще раз. Так, по стояльцам. Как там, где постояльцам? Тристан, потом... Давай сначала о Тристане. Там есть интересный магазин. Космическая фея. В этом месте полно тупоумных либералов и трескучих социалистов. Значит, вы там счет открывать не собираетесь. Не будьте тупицей. Но на заметку я это место возьму. Этот малый, Хиладж, что-то замышляет. Согласен. Тут. Как вы думаете, что там происходит? Я тут поспрашивал. Он раньше сдавал лишнюю комнату. Говорит, что теперь она свободна. Но я видел там свет после того, как он ушел домой. Может, гномики решили перекинуться в покер? Он кого-то прячет. Готов поспорить на собственную жену. И даже на собаку. Так, хорошо. Это мы уже поняли. Так, теперь идти... Нужно... Какой-то там... Гадалки. Так, подожди. Она с другой вроде стороны, да? Стоп. Блин. Неудобно. Вот она, да. Так, поговорим тогда с гадалкой. Ну, заходи. Привет, я... Не говорите. Я мадам Зази. Я все знаю. Я все вижу. Присядьте. Ведь вы приехали издалека. Еще бы. Можно подумать, мое произношение не отличалось от местного. Ну, вы прибыли в поисках истины. И это трудно угадать. Джордж Стопбард. Что? Как вы... Я все знаю. Я все вижу. Ладно, готов признать. Это поставило меня в тупик. Тупик. Хм. Тупик. А что вы скажете об этом малом, который ходит туда-сюда по улице? Его аура пылает красным от гнева. Тогда она подходит к его носу. Он теряет нечто, что ему очень дорого. И ничего не может с этим поделать. Каждому из нас иногда приходится с этим смириться. Что вы знаете об этом магазинчике? Космическая фея. Они продают свечи, благовония. Однако владелец Тристан Хиладж очень устал. В его ауре присутствует беспокойство. Что, всю карму перекосило? Я просто хотел чуточку оживить атмосферу. Да. Как давно вы живете в Гластенберре? Много лет. Тор генерирует волны положительной энергии. И туристов с денежками? На одних позитивных колебаниях ведь девушке не прожить, а? Хм. Узнаете эту открытку? Это Тор. Такие продаются в космической фее. Да, там ее и купили. Только мне еще надо выяснить, кто ее послал. Дайте ее мне. Что? Зачем? Иногда остаются сенсорные отпечатки. Возможно, я смогу прочесть отпечатки, которые оставил этот Бруно, когда писал ее. Мы ничего не забыли? Ээээ, простите? Вы должны посеребрить мне ручку. Ага, ну да. Да, у меня здесь где-то лежит кредитная карта. Я не принимаю кредитные карты. У меня есть немного евро, я надеюсь. Я не принимаю евро. А как насчет дублонов, золотых слитков, морских раковин? Я беру только серебром. Так, подожди. Угу. То есть, получается, теперь нам идти каким-то образом приобретать это серебро, да? Давай. Попробуем. Блин. Раз такое. Угу. Так. Блин, подожди. Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Подожди, дай мне с ним поговорить. Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Привет, это опять я. Неудобное управление. Так, подожди. А что вы думаете по поводу этой ясновидящей? Мадам Зази? А, очень традиционно. Хрустальный шар, чайные листья, таро. Все как обычно. А, так, подожди. А как теперь? Как торговля? Вообще-то, замечательно. По виду не скажешь. Вы как раз пропустили самый наплыв. Да? И кто же делает покупки в таком месте? Люди, открытые миру. Ваш разум раскрыт навстречу новому? О да, постоянно. Это каким надо быть дураком, чтобы не раскрыть его после того, что я повидал? Так, подожди. А как уговорить? Так, тяк-тяк, подожди. Как на него посмотреть еще раз? На книгу, подожди. Привет, это опять я. Там. Я думаю, Гластенбери это очень таинственное место. Почти до невыносимости. Сюда приезжал Иосиф Аримофейский. Да? А, здесь закончилась история короля Артура, Гвеневер и Экскалибура. Ух ты. А, Тор, тот большой холм, это врата Авалона, страны-феи. Еще у нас на полях образуются круги. Здесь видели НЛО. Это все? Еще здесь есть привидения, церберы, загадочные огни. Ладно, ладно, тут мистики и так выше крыши. Блин, подожди. В крови моей сверкнул огонь, о фее темная Маргана. В крови моей сверкнул огонь, как алый молнией в крови. О фее темная Маргана. Ну, как вам? Ммм, очень неплохо. Да, мне и самому очень понравилось. Блин, подожди. Тьма мироздания обнимает. Спи, крепко спи, покуда небеса рыдают. Опять хорошо? Может, мое первое впечатление было обманчивым? Так, подожди. Стоп. А как осмотреть? Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Да я понимаю, подожди. На прилавке лежали экземпляры маленькой книжки стихов с монетами в обложках. На прилавке лежали экземпляры маленькой книжки стихов с монетами в обложках. Ну, че ты? Давай. Ну, тупой скрипт, срабатывай. Алло. Если буду я убит тем, кто хотел меня убить, и сам направит он удар, и не в хмельном перу, в моей молитве есть слова, я научился с ними жить. За зло его, за смерть мою, весь род его я проклянул. Так, подожди, а как нам? У меня больше не было времени на стихи. Я должен был продолжать расследование. На прилавке лежали экземпляры маленькой книжки стихов с монетами в обложках. Я понимаю, а ты можешь как-то мне сказать, что я хочу их купить, нет? Да ёб твою мать, Стобард, уже не смешно, дебил. Привет, это опять я. Вы видели этого человека раньше? Нет, не видел. Вы скажете мне, кто такой Бруно или нет? Нет. Не забывайте, вы имеете дело с юристом. Американским юристом. Уже представляю, какое впечатление это произведет на местных Бобби. Этот парень оказался орешком покрепче, чем я предполагал. Эй, наверху кто-то ходит. Чепуха. Просто дом старый. Вы что думаете, я идиот? Наверху Бруно. Нет, его там нет. Я даю вам последний шанс сказать правду. Пошёл вон. У меня ничего не получалось. Именно поэтому я занимался патентным, а не криминальным правом. Блин, подожди, а как нам тогда... Со всеми поговорить, что ли, опять? Блин, а с кем? Да, наверное, генерал больше ничего не скажет. Подожди. Чувак. Блин, генерал или как тебя там? Да ёп твою мать, чё с камерой? Здравствуйте ещё раз. Там дальше по улице есть предсказательница будущего. Может, вам попросить её о помощи? Это как? Ну, я не знаю. Она могла бы посмотреть в хрустальный шар и увидеть... Или... Это... Заварка. Она могла бы предсказать будущее по листьям чая. Или карты Таро. На них есть такие симпатичные маленькие картинки. А вы пристранный малый. Согласны? Хм. Так. Это удостоверение вам о чём-нибудь говорит? Оно не ваше. Я этого парня никогда не видел. Вы его нашли. Ну да. Тогда вам следует сдать его в полицейский участок. Меня зовут Джордж Стобарт. Янки, значит. Полковник Батли. Рутландские Уланы. Третий батальон. В отставке. Вы знаете, я сразу почувствовал, что вы солдат. Из армии человека выкинуть можно, но армию из него не выкинешь. Слыхали? Слыхали. Может, дело было именно в этом? А может, в тех волнах скрытой агрессии, которые исходили от него? Угу. Так, понятно. Больше этот хрен нам ничего не скажет. А этот скажет что-нибудь ещё? Привет, Айман. Так. Чё он там скажет? Про гадалку. А вы были вон в том киоске, где предсказывают будущее? Чё об этом мне там быть? Поговорить с предсказательницей? Если бы я решил узнать, что у меня написано на руке, я бы сначала проверил голову. Кажется, вы не слишком радуетесь, когда вам предлагают помочь с программой. Мне лучше работает после пары стаканчиков. Хм. Так. Вы были в этом магазине? В Космической Фее? Разумеется. Всегда хожу туда за приворотным зелем. Я просто спросил. С. Так. Что, любуетесь красотами? Провожу исследование. Перед пабом я исследую скорость открытия этого заведения. В цивилизованном обществе в это время суток человек должен иметь возможность выпить. Ещё только 10 утра. Вот именно. Хм. Так. Ээээ... Подожди. Эээ... Ведь вы не настолько хотите выпить, правда? Это сложный вопрос. Обсудим его за пивом. Для меня это слишком рано. Очень разумно. Мою физиономию раньше времени изъезд пьянства, а печень разъезд цирроз. Изъезд и разъезд. А, понял. Так, чем вы занимаетесь? Хм. Доброе утро. Я Айман Умара. Сегодня я говорю с вами из волшебного города Гластенберри. И чё? Простите, но я совершенно не представляю, чем вы говорите. Чё за греш? Конечно, не представляете. Ну... Подождите-ка. Я здесь присутствую в качестве профессионального телеирландца. Готовлю новую программу для BBC. Вы снимаете телешоу? Есть. Ваше очко переходит в центр зала. Я посещаю деревню, беру интервью у местных жителей, постигаю местную кухню. А как называется ваша программа? Айман в вашем переулке. Здорово. А это следующий пункт ваших исследований. Ваш уникальный мыслительный процесс снова в действии, не так ли? На-на-на. Типа того. Но чё-то мне кажется, что он больше ничего нам не скажет. Ребят, сейчас я сделаю паузу и вернусь. Секундочку. Ребят, сейчас я сделаю паузу и вернусь. Ребят, сейчас я сделаю паузу. Текст, ребят, продолжаем. Посмотрим, как и там нафиг место пройти. Непонятно, конечно. Сейчас, секунду. Я выпью глоточек чая. Не знаю чая. Так, а пока можно у него спросить о... Чё-то ещё. А как вы попали на телевидение? Случайно. У меня были публичные чтения в одном книжном магазине в Лондоне. Вдруг входит этот продюсер из BBC с бешеными глазами, тычет в меня пальцем, как будто увидел второе пришествие, и говорит, вы подойдёте, вы подойдёте. Так, короче, он какую-то хрень несёт, походу, да? Так, подожди, а... А чё тогда? Ещё раз с гадалкой поговорить? Или чё? Монеты шеи нужны, да? Чтоб она погадала. Здравствуйте ещё раз. Что ваши таинственные силы говорят вам об этом человеке возле паба? Он приехал из-за моря. Он человек сильных убеждений. Он ищет знаний, но не для себя. Вы узнали всё это, глядя в хрустальный шар? Нет, просто его показывали по телеку. Это Аймон Амара. Так, подожди, ну она вообще ничего не говорит. Чё за бред? А чё нам тогда делать? Блин. Чё, все диалоги прям прошерстить, что ли, или чё? Подожди. Блин, ну? Привет, Аймон. Вы много знаете о здешних местах? Пабы здесь почти приличны, когда открыты. Ага, я понял. Вам хочется послушать байки про фей, так? Фей? Видите этот холм? И что? Под ним сидят феи и охраняют Экскалибур, меч короля Артура. Правда? Нет. Хм. Вы писатель? Выбирайте выражение. Я поэт. Поэзия. Этим даром ирландцев нагибили сами Бонни. Йейтс, Уальд, Джойс. Бона. Не испытывайте моего терпения. Может, у меня душа поэта, но кулаки у меня, как у второго полусреднего. Да ладно, успокойся, чувак. Это удостоверение вам о чём-нибудь говорит? Очень неудачные фотографии. Совсем на вас не похожи. Это не я. Конечно, не вы. Вы из этих фотогеничных уродцев, так ведь? И нет. Мне оно ни о чём не говорит. Понятно. Короче, остался генерал, и всё. Других вариантов нет. Так. Здравствуйте ещё раз. Вон тот парень кажется мне подозрительным. Па! Ха-ха! Я видел подозрительных. Он к ним не относится. А как тогда выглядят подозрительные? Вам бы не мешало иногда заглядывать в зеркало юноша. Эм, ну окей. Ладно. Значит, остаётся только этот. Так, подожди. Эй! Есть тут кто-нибудь? М-м-м. Сюда нельзя, да? Тут всё закрыто нафиг. Ну ладно. Попробуем ещё раз. Поговорить с этим. Мне не нужна была ни одна из этих книг. С такой книжкой в кресле не расслабишься. Звезда показалась мне симпатичной, но мне она была ни к чему. Окей. Подожди. Я приехал сюда не для того, чтобы рассылать открытки. Привет, это опять я. Да. Вы говорите, у вас были проблемы с изданием. Издатели. Филистимлине все как один. Всё, что вам нужно, это слегка раскрутиться. Реклама, вы хотите сказать? Мне это не по карману. Как насчёт маленького сюжета на BBC в новой программе Аймана Омары? Это было бы восхитительно. Впрочем, это, конечно, невозможно. Не волнуйтесь, Аймана и я знакомы. Очень, очень давно. Не меньше пяти минут. Хотите, я с ним поговорю? Он сейчас как раз здесь, в Гластенберре. Вы правда это сделаете? Спасибо. Спасибо огромное. Мне нужно будет показать ему вашу работу. Да-да, конечно. Вот, возьмите экземпляр. Я уверен, ему ваша книжка понравится. Так. Угу. Окей, значит, идём, наверное, к гадалке, да? Или она не примет это всё? Так. Или примет. Так, подожди. Примет или не примет? Вот в чём вопрос. Здравствуйте ещё раз. Тэкс. Давай. А что вы скажете об этой книге, мадам Зази? Я видела такие в космической фее. Мне нравятся монеты, но к поэзии я равнодушна. Не понял. Типа она нас послала, да? Привет, Айман. Так, ладно. Давайте тогда попробуем отвлечь писателем-поэтом, наверное, да? Привет, Айман. Парень, который управляет космической феей, идеально подошёл бы для вашего шоу. Этот старый хиппи? У меня нет времени на шестидесятник. Каффтенс протухли, Тимоти Лири надоел, и я всегда предпочту послушать Клэш, а не Битлз. Мне казалось, вы хотели побеседовать с местными чудаками. Хиппи не чудаки. Они ничтожества. Похоже, в этом парне что-то есть. Взгляните. Заколдованный Авалон, баллады мистической эпохи. О, да. Именно этого мне и не хватало. Почитайте. Не разочаруетесь? Ну, если вы просите. Крови моей сверкнул огонь, о фея тёмная Морганом. Неплохо, а? Нет, неплохо. В крови моей сверкнул огонь, как алый молнией в крови. Это прекрасно. Ещё бы. Так же прекрасно, как и сто восемьдесят лет назад, когда Джеймс Кларенс Мэнген написал это о своей Розалим. Что? Посмотрите на это. Молчит народ прекрасных фей и словно лилии бледны. Это Сэмуэл Фергюсон. Какая наглость. Какая омерзительная, гнусная наглость. Дарлин. Гриффин. Обремать его довер. Есть ли предел этому воровству? Он всё это украл? До единого слова. Нет, вы только посмотрите. Автор сохраняет за собой право считаться создателем этого труда. Вонючий гробокопатель. Я до него доберусь. Сейчас будет трэш. Да будет ваше утро добрым, благородный странник. Как я могу вам помочь? Там, где ни града, ни дождя, ни снега, ни даже ветра буйного, лежит она. Про... простите? В лугах весёлых, в ласковых садах, межсонных волн июлем утомлённых. Хорошие стихи? Ну, очень хорошие. Конечно, они хорошие. Это Теннисон, ты безмозглый сыроед. Из его Мордор Тур. Не Томас Мэлори, конечно, но мы его за это не осудим. Так. Ты помнишь Марка, короля Корнуола, из этой легенды? Да, я читал Мэлори, но... Может, тогда вспомнишь, как Марк взял за задницу рыцаря по имени Тристан? Потому что Тристан присвоил нечто, что ему не принадлежало. О, Господи. Вы хотите сказать... Мелисса? Слушайте, я всё могу объяснить. Нет. Не Мелисса, мерзкий дебил. И Зольда! Я совсем перестал вас понимать. Я говорю о краже и о переселении душ. Переселении душ Мэнгена, Гриффина и Девера среди прочих. А... Вот именно. А! Это чудо, как ты заставил всех этих гениев заговорить своей княжонке. Что за жалуй, что они всего-навсего процитировали самих себя, свои уже опубликованные творения. Слово твою мать в слово. Подождите. Я всё могу объяснить. Да-да-да, валим. Замечательно. Ты объяснишь. А я в ответ объясню тебе, какую роль играет бокс в ирландской литературе. Давайте, не будем нервничать. О, сейчас я совершенно... А, ну, спокоен. Ты в этом убедишься, когда я разозлюсь. Хм. Ой, мама! Привет. Извини, что так вломился. Я могла быть не одета или что-нибудь такое. Значит, нам просто повезло. Или нет. Как тебя зовут? Эм... Джордж, а тебя? Мелисса. Ты пришёл меня спасти? Мелисса? Мелисса Батли? Угу. Откуда ты знаешь мою фамилию? Твой папаша топочет туда-сюда по улице, как Годзилла. Только он пострашнее будет. Папа? О, Господи, он мне... О, Господи, он... Да. Ой, у меня от него крыша отъезжает. Ты себе просто не представляешь. Знаешь, ты мне кого-то напоминаешь, но никак не могу понять, кого. Возможно, в иные времена мы любили друг друга. Знаешь, под этой грубой оболочкой ты именно мой тип. Хм. Твой папа... Слушай, а ты на него не работаешь? Ведь нет? Нет. Жаль. Я вернулась бы домой прямо сегодня, если бы ты чистил у нас бассейн. Я думаю, твой папа просто за тебя волнуется. Волнуется, как бы я ненароком не выросла. Ну что ж, он опоздал. Я выросла, и мне это нравится. У тебя есть парень? А у тебя есть девушка? Ну, вообще-то нет. Хм, это интересно. Значит, ты в бегах? Типа того. Папочка у тебя чистый монстр. Он такой котеночек. Правда? Такой котеночек с зубками, как у Бультерьера, и бешеный. Так, подожди, а что еще? Там перед пабом болтается малый, который делает шоу для Би-Би-Си. Здесь, в Британии, мы не делаем шоу, Джордж. Мы снимаем программу. А как ты познакомилась с Тристаном? Мы встретились на фестивале. Ага. Он читал мне свои стихи. Дальше можешь не рассказывать. Потом он сказал, что я могла остаться у него. Я так и сделала. Бедная девочка. У вас с Тристаном это серьезно? Тристан не такой, как все. По правде, когда я думаю о нем, я... Понимаешь? Тристан совсем бедную девушку оболванил. Я не мог допустить, чтобы он поломал ей жизнь. Все равно, рано или поздно, она бы обо всем узнала. Слушай, Мелисса, ты меня совсем не знаешь, но некоторые вещи лучше узнать от постороннего человека. О, звучит многообещающе. Эти стихи. Тристан их не писал. Это плагиат. Ну да, ясное дело. Что? Я это знаю. Что? Ты, наверное, думаешь, что я совсем дебилка. Нет, я просто подумал, что он тебя запутал, очаровал. Ой, ты такой милый. Джордж, таких на свете не бывает. Я не... Ты пришел спасти меня, как рыцарь в сияющих лапах. Ну, сначала это в мои планы не входило, но потом шанс представился. Я бы тебя всего расцеловала. Ну-ну, полегче, не забывай про Женевскую конвенцию. Кому она нужна? Я пленных не беру. Не сомневаюсь. А когда ты узнала про стихи? Да сразу. Я писала в Кембридже диплом по ирландским поэтам начала девятнадцатого века. Ты весьма одаренная девушка. Можешь проверить. А Тристан не знает. Что я знаю? Конечно нет. Почему этот вопрос авторства должен вставать на пути у хорошего... Действительно, почему? Хотя... Хорошо-то оно хорошо. Только у меня папа на хвосте повис, так что все равно мне с ним лучше расстаться. Как ты насчет уикенда в Акапулько? Ух ты! Я бы с удовольствием. Только у меня виза в Акапулько только вчера кончилась. Что вы тут делали? Немного поболтал с милиссой. Второй этаж — это частная квартира. Вы не имеете права... А вы не имеете права соблазнять бедную девочку, читая ей ворованные стихи. Вы не имеете права вмешиваться. Она имела право знать. О, нет. Вы ей не сказали... Про стихи. Нельзя строить отношения на лжи. Я должен с ней поговорить. Я бы не советовал. Ей нужно побыть одной. Потом она поживет у друзей. Мысль о том, что в конце концов именно он остался в дураках, доставляла мне удовольствие. И отнюдь не маленькое. Может мне просто выйти отсюда и рассказать про вас папочке Мелиссы? Сказать ему, что вы заперли ее наверху и разбили ей сердце? Вы этого не сделаете. Бедный невинный ребенок. Подумайте, что будет с ней. Он имеет право знать. Пожалуйста, ради бога, нет. Вы не можете, он меня убьет. Вы разбиваете мне сердце. С другой стороны... Да-да? Вы расскажете мне о том, что я хочу знать, а я забуду о том, кто у вас гостит. Вообще-то шантаж это не мой стиль. И как-то я вдруг засомневался, кто кого тут обманывает. Ну хорошо. Давай. Теперь вы мне расскажете о Бруно? Он был здесь, но уехал. Просто собрался однажды вечером и ушел. Он что-нибудь оставил? Он торопился. Собрал свои жалкие пожилки, сшвырнул их в сумку и нет его. Он должен был что-то оставить. Ничего стоящего. Поверьте мне. Письма, записки, номер телефона. Нет, он все забрал с собой, кроме... Ага, значит он все-таки что-то оставил. Вообще-то да. Только к чему вам эти старые шортики? Шортики? Давайте их сюда. Я нашел их в куче грязного белья, когда он испарился. Вы их осмотрели? Нет. Вы за кого меня принимаете? Отлично. Ну же, дайте мне на них взглянуть. Да вы больной. Чего вы ждете? Фу, черт. Это не шорты. Шорты? Нет, не шорты. Это трусы. Вы что, криминалист со специализацией по нижнему белью? Тьфу ты. Ладно, я их заберу. Фу. Да, более чем согласен. Так, а где... Музычка такая приятная заиграла внезапно. Так, Зази, давай. Ну? Здравствуйте еще раз. Да ёпы, РСТ, как? Как мне с ней заговорить? Где эти чертовы монеты искать? Ёпы, РСТ. Да что за фигня? Че делать-то? Да-да, то же самое, блядь. Че за херня? Твою мать. Че мне теперь делать? М? Не понимаю. Так, подожди. Может их отколупать? Подожди. Так. Зачарованный Авалон. Баллада мистической эпохи. Книгу стихов написал парень из Космической Феи. Я в курсе. В обложку были заламинированы серебряные монеты. Ну их-то надо как-то отколупать же, правильно, Джордж? Подожди. Ну. Ну, наконец-то, ну. Блин, нельзя было это раньше сделать, нет? Я даже не знал, что нужно скомбинировать с этой книгой. Подожди. Подожди. Сколько у нас монет? Наконец-то три, да? Фух, я уже испугался. Нужно было просто отколупать. Здравствуйте еще раз. Давай. Ну, наконец-то. Позвольте мне посеребрить вам ручку. Тикс. Паука. Взгляните на эту открытку, пожалуйста. О! А! Я вижу! Человека! Паука. Это сужает круг поисков. Человек. Бруно. Бежит от опасности. Он рядом. Он рядом. И однако. Ничего этого она не могла узнать, прочитав саму открытку. Нет. Сенсорный отпечаток слишком слаб. Слишком много рук касались этой открытки. Ваш собственный отпечаток виден гораздо яснее. Да? Вас ждет долгое путешествие. Потрясающе. А назад я вернусь? Возможно. А возможно нет. Мне нужно нечто, относящееся к этому Бруно. Интимнее. Если вы хотите получить более полное предсказание. Короче, путешествие на четыре стрима она хотела сказать, да? Давай. Ладно. Давайте я посеребрю вам ручку. Еще разок. У меня тут мужские трусы. Я бы хотел, чтобы вы на них посмотрели. Минуточку. Мне тут всяких странностей не нужно. Да нет, я серьезно. Я хочу, чтобы вы применили к ним свои сенсорные заморочки. Хорошо. Как вы узнали мое имя? Это было озарение? Я стояла в дверях, пока вы беседовали с Аймоном Омарой. Я подслушала ваше имя, когда вы представились. Ага. Ловко. Дайте этот ему предмет одежды. Пожалуйста. Есть что-нибудь? Кроме тошноты? Нет. Извините. О, нет. Что? Что вы видите? Огонь. Пламя дракона. Человек. Ему осталось жить несколько минут. Пламя. Нет, я... Мадам Зази. Зази. Она полностью отключилась, но ущерба здоровью не наблюдалось. Должен признать, бывало, что мои трусы действовали на женщин точно так же. Если она сказала правду, Бруно должен был очень скоро умереть. Действовать нужно было быстро. Ну. К счастью, меня предупредили. Так. Бежим. Пожар где-то. Так, подожди. Я попытался открыть дверь. Там, подожди. Дверь была заперта. Время открытия еще не наступило. Чувак, там пожар, алло. Так, подожди. У меня не было времени на болтовню. Речь шла о человеческой жизни. А-а-а. А куда? Подожди. Сюда, что ли? Ну. Давай, давай, давай! Это было бесполезно. Дверь была очень крепкая. У меня просто не хватало сил. Так, подожди. Да в смысле? А что делать надо? Подожди. А-а-а. Подождите секунду, ребят. Так. Блин, а можно сказать было, чтобы этого хрена попросить? Я так и понял. Давай, чувак, помоги нам, ну. Блин, чувак. Пожалуйста, мне нужна помощь. Я эстет, а не психиатр. Я серьезно. Там пожар. Там кто-то заперт, а дверь не открывается. Больше ничего не говорите. Возможно, у меня душа поэта, но сердце льва. Введите. Давай. Давай. Отлично. Спасибо, Айман. Без проблем. Жаль только, что тут не было операторской группы заснять мой подвиг. Дальше я сам справлюсь. Точно? Я вызову пожарных. А потом я собираюсь разобраться с этим гадским ворюгой. С этим хи. Так. Эй ты, стой! Чертовы монахи. Ненавижу. В любом случае у меня не было времени за ним гоняться. Если Зази была права, Бруно ожидала прижизненная кремация. Так. Мы ничего сделать не сможем. Чего? В смысле? А как их двигать? Не понял. Мы же сейчас сдвинуть не сможем эти ящики. Два ящика мы точно сдвинуть не сможем. Подожди. А, подожди. Ты хочешь сказать, что... Или нет? Подожди. А... А как это сделать? Под окно? Станьте на них и передвиньте верхний ящик вплотную к окну. В смысле, как? А, я понимаю. Стоп. А, всё-всё-всё-всё-всё. Я понял. Короче, нужно взять вот этот ящик. А как его назвать? Подожди. А, вот. Короче, как лего. Давай, вот так. Вот так. Да-да-да-да-да. А как мы теперь... А, его к себе потянуть, да? Подожди. Давай наверх. Назад. Давай. Оп. Подожди, подожди. Давай наверх. Ага. Ага. И вот так. Физикс. Физикс инвидиа, да? Давай. Погнали. Где-то в дыму слышался кашля. Эй, есть тут кто-нибудь? Отзовитесь. Давай. Здесь. Помогите. Помогите, пожалуйста. Да и... Я иду. Блядь, хватит пиздеть. Поговори с ним. Вы в порядке? Идти можете? Я... Я думаю, да. Хорошо, пошли. Здесь всё скоро обрушится. Давай. Да ёб твою мать. Через окно ёб твою мать. Давай. Скорее. Уносим ноги. Ложись. А-а-а-а. А-а-а-а. Вот так лежать? Да, ещё бы чуть-чуть и... Да, именно бы чуть-чуть и... Спасибо. Я у вас в долгу. Рад, что сумел вам помочь, Бруно. Ведь вы Бруно, так? Мне пора. Погодите минутку. Мы уже встречались. Я вас знаю. Вы знаете, что меня зовут Бруно. Но я вас не знаю. Откуда вы родом? Из маленькой страны, Восточной Европы. Вы не смогли бы произнести её название. Подождите минуту. Я вспомнил. Вестибюль отеля Убю в Париже. Вы Оствальд, нобелевский лауреат. О, бог мой. Стобард. Ты новый тамплиер, сукин ты сын. Нет, дайте мне сказать. Я оставил новых тамплиеров. Они несли зло. Великий магистр, он всё угал. Последний раз, когда я видел Бруно, мне пришлось лицом к лицу столкнуться со страннейшей компанией, известной как «Новые тамплиеры». Это плохо закончилось в местечке под названием Сент-Ниньенс. И это правда. Когда шоу подошло к концу, Бруно оказался с плохими ребятами по разные стороны. Будем считать, что я вам поверен. Кто гонится за вами теперь? Орден новых тамплиеров не был уничтожен. Он просто был очень ослаблен. Теперь он мстит своим врагам. На их взгляд, я предатель. Они никогда не забывают. Они никогда не прощают. Да уж, мне они открытку на Рождество тоже не пришлют. Приветствую, генерал. Всё в порядке? Скоро будет. Когда за дело возьмётся Джеймс Перде. Ага. Кто был этот извращенец, одетый монахом? Я не знаю. Может, один из людей Сусарро. Сусарро. Вы его знаете? Не более, чем любого неизвестного, который пытается меня убить. А что Сусарро понадобилось в Конго? Конго? Да, я обнаружил там вашу открытку. По ней я вас и нашёл. Конечно, мой друг. Дадли Чамли. Вы хотите сказать Халмондели? Нет-нет-нет-нет, Чамли. Он впадает в бешенство, если его называют Холмондели. Боюсь, что уже нет. Сусарро добрался до него раньше, чем я. Сусарро не выглядит здоровяком. Он слишком долго игрался с энергией. Сначала она сделала его сильным. Сейчас он не более, чем человек. И то не совсем. И он умирает. Для него успех – это не просто невероятная власть. Это его единственный шанс выжить. Угу. Так. Как Сусарро сумел подчинить себе новых тамплиеров? Когда Великий Магистр погиб, в Ордене начался хаос. Сусарро быстро захватил власть. Не прошло и недели, как все, кто противился ему, были мертвы. Понятно. А машина Холмондели, она что, правда работала? Бедный Датли. Его машина. Да, она работала. Но только в этом единственном месте на Земле. Почему именно там? Это как Сент-Ниненс. Там фокусируется естественная энергия. Геомандическая энергия. Я создал устройство, которое может находить такие более мощные центры. И Сусарро занят тем же самым? Ну, разумеется. Так что Сусарро нужен был этот центр в Конго, чтобы использовать его энергию. Нет, это был бедный центр. И Датли уже исчерпал почти всю его энергию. Но Сусарро об этом и так знал. Он не просто высасывает такие центры. Он занят чем-то еще. Откуда вы знаете? Он калечит планету. Вы слышали сообщения обо всех этих наводнениях и землетрясениях? Это делает Сусарро? Это побочные эффекты. Каждые 12 тысяч лет энергия достигает своего пика. Это естественный процесс. Однако Сусарро каким-то образом сумел нарушить его. И мир теперь в опасности. Я опасаюсь, что он нашел храм дракона и активировал его. Весело, что сказать. Пиздец полный, как говорится, наступают. Драконы, порталы. Жесть. Прям готика какая-то, ребят. Значит, Сусарро теперь великий магистр. Да. Только без титула. Ему никогда не нравились тамплиерские словечки. Теперь он называет орден культом дракона. И его священное назначение — принести Сусарро власть. Власть над чем? Над всем, что угодно, Стопард. Вообще надо всем. Угу. Вся эта геомантия, тут я мимо. Представьте, что мир — это живое существо. А энергия, она течет через него, образуя линии. Вроде силовых линий, которые рисуют на картах. Это и есть силовые линии. Китайцы называют это течением дракона. Угу. Так что Сусарро сделал с этой энергией? Есть такое место. Крам дракона. Там энергию можно сделать очень мощной, очень сильной. Где это место? Его местоположение давно забыто. Думаю, Сусарро мог его найти. Сукин сын этот, Сусарро. Так что привело вас в Гластенберри? Я был в Париже. Там главный центр силовых линий. Меня нашли люди Сусарро. Мне повезло, я остался жив. Я приехал сюда. Почему именно Гластенберри? Видите, Тор? Это энергетический центр. Очень важный. Обратитесь к его истории, к фольклору. Знаете, Архангел Михаил убил здесь дракона. На Торе. Ну да, ну да. Нельзя же верить всему, что прочитаешь. Правда? Нет, можно. И нужно. Потому что это правда. Люди Сусарро наверняка пришли сюда за вами. Они идут по моему следу. Почему бы вам не поехать со мной в Париж? У Сусарро в Париже много агентов. Я окажусь смертельной опасности. Вам не кажется, что нам пора схватиться с самим сеньором Сусарро? Стобард, вы не сможете уничтожить культ дракона в одиночку. Я остановил новых тамплиеров один раз. Я смогу сделать это снова. Такие добраться до этого варюга. Решил украсть мою маленькую Лиси? Да я тебя убью, гаденыш. Насилие это не выход. Нет, твою мать. Выход. А, а, ух! Только не по лицу. Только не по лицу. Папа, не надо. Что-то случилось. А, просто очередная шумная вечеринка. Не думаю, что нам стоит туда врываться. Ха-ха-ха, жесть. Два дня псу под хвост. Два дня в вонючей камере по надуманному обвинению. Это тупой, тупой полицейский. Если я увижу его еще раз... Кто там? Ответь на звонок, Нико. Давай, давай. Алло. Да, Алькатрас. С кем вы хотели поговорить? Нико, Кэндис? Где ты была? Гостила у друзей. Босс тебя порвать готов. Спасибо за предупреждение. Держи его от меня подальше, хорошо? Попытаюсь. Попытаюсь. Увидимся, пока. Я так и не выяснила, что такого особенного было бы убитым парнем. Так, сохранимся на всякий случай. Мало ли, что может быть. Да, ребят? Так, Париж. Такс. Что там нам нужно делать? Прослушайте сообщения. Можно тут что-то осмотреть. Мы это осматривали. Что-то такое. Не так и не удалось прочитать даже половину книг на этих полках. Я сама не знала, зачем их покупаю. Ну да. Автоматическое подсознательное мышление. Ну, кстати, генерал забавный был. Он пошел с дробовиком с этим хиппи разбираться, ребят. Так, микроволнович. Холодилич. Я не решалась заглянуть внутрь. Боялась того, что могла там найти. Да, например, пропавшее молоко. Почему бы и нет, да? О, подожди. Какой кадр? Вы посмотрите. М-м-м. Как вам такие... Сесиандра. Тикс. И такой... Жопень. Такой старый текстульный жопень, да? Так, что это за шарик? Красный клоунский нос. Улика, которую когда-то обнаружили мы с Джорджем. Прикольно. Прикоснувшись к нему, я вновь вспомнила о Джорджем. Прикольный клоунский нос. Отсылочка. Я не была сильна в уходе за комнатными растениями. Понимаю. Понимаю. Так. Чё, сундук нельзя открыть, да? Так. Кроватку осмотреть нельзя. Угу. Чё? Кто там? Маленькая статуэтка была отвратительной. Она могла бы стоить состояние, если бы не чудовищно потертый щит. Оу, щит. Это щит. Менты ездят. Когда-то он принадлежал моему отцу. Самое ценное из всего, чем я владею. Ага. Статуэтка твоему отцу принадлежала, да? Так. Это что, компик или что? У меня не было времени смотреть телевизор. А. Это у тебя телевизорич, да? Телевизорич, да? Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Так, и всё, что ли? Чё-то у тебя как-то слабоватенько тут. Мау-мау-мау-мау-мау. Менты. Ну чё, смотри-то тут. Э. Что так? Эту картину подарил мне Джордж. Я так и не заставила себя её выбросить. А, там, кстати, Мулен Руш написано. Ха. Рекол. Так. Чё там, прослушаем, да? Или позвонить? Возможно, мне следовало позвонить... Андре Лобино. Давай. Я подумала, что у Андре могут быть какие-то идеи. Давай. Идеи. Андре Лобино. Привет, Андре. Нико, где ты была, чёрт возьми? Я второй день тебя ищу. Меня арестовала полиция. Что? Ты что, с ума сошла? Что случилось? Они два дня продержали меня в камере по надуманному обвинению. А потом выпустили. Даже не подумав извиниться. Но почему, господи боже мой, им вообще могло прийти в голову тебя арестовать? Меня взяли за убийство человека, у которого я собиралась брать интервью. Господи, какой ужас. Ты в порядке? Нет, я в ярости. Андре. Тут происходит что-то очень странное. Это не просто убийство. Да-да. О боже мой, приехали. Ещё одно таинственное расследование. Ты это о чём? Слава богу, что в этот раз хотя бы обошлось без этого идиота Стобарта. Не начинай снова, Андре. Ладно. Я надеюсь, что след ещё не остыл. И что ты собираешься делать? Искать новые улики, я думаю. Так, сейф, да? Да. В квартире есть сейф. Он спрятан под полом. В квартире хакера? Точно. Думаю, тебе нужно найти комбинацию, которая открывает его замок. Лобино, такое, блин, это... Как это стоит? Капитан Очевидность? Якобы... Андре, мне нужно продолжить расследование. Ладно, Нико. И насчёт того, что я говорил раньше, я извиняюсь. Не расстраивайся, Андре. Я сама иногда напрашиваюсь. Только знаешь, Джордж... Он был кто угодно. Но он никогда не был идиотом. Если тебе понадобится моя помощь, обязательно позвони. Они всё равно потом с Джорджем будут вместе, походу. Я решила выйти из дома. К хакеру. Да, 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 давай. И сходить в квартиру вернуть. Да, давай. Я не против. Ммм... Прикольный момент. Ну-ка, подожди. Я его даже заскринил. Мне прям понравилось. Она задавала очень много вопросов. Странных вопросов. Если ты спросишь меня, то я скажу, что никакой она не корреспондент. Она знает, что ты свидетель. Не хочу тебя пугать, но... Твоя правда. Я видела, как она входила к бедному парню в квартиру. А потом я услышала выстрелы. Не представляю, как ты ухитряешься спать ночью. Все, бабенки. Вы договорили свои сплетнички, нет? О, Париж 1. То есть это все-таки перезаписало, да? Угу. Так, ребят, сейчас я подойду, секунду. Так, ребят, сейчас я подойду. Продолжение следует... Так, ребят, я думаю, сейчас, наверное, зайдем в квартиру этого хакера Да, вот в квартиру этого хакера мы зайдем Вот, посмотрим, можно ли там сохраниться в квартире этого хакера Так, подожди, а с ними поговорить можно, да? Эй, ты думаешь, я глухая, да? Бонжур Бонжур, мадмуазель Я думала, вас арестовали Меня отпустили, потому что я его не убивала Ты ошиблась, Эдит Ух, не думаю Та женщина, которую вы видели Я на нее и сейчас смотрю Вы помните какие-нибудь подробности, которые могли бы помочь? Я все рассказала полиции С какой стати мне рассказывать это вам? Потому что она попыталась повесить на меня убийство Ха, вы за кого меня принимаете? За персонажа из дурацкого детектива? Она получила ужасную травму Не только она Она мне кое-что рассказала Она подслушала кое-что, что говорил Вернон Продолжайте Это может быть важно Он сказал, что сила растет Упомянул манускрипт Это важно? Возможно Спасибо Так Окей Погнали Так Так Аллея Это у нас Это аллея, что ли? Панка О Нифига себе Собачка О, как это про... А ну-ка Пасхалочка, что ли? Подожди В натурике Собакен бегает Прикольно А вот и паришь Ну чё, всё-таки Пасхалочку получили? Серьёзно? О Да, тут я смотрю Симпатичненько Ну, как-то не особо Ну да ладно, да? Ого Это чё, такая большая речка, что ли? Давай, ну-ка ты вперёд пойдёшь? Или нет? Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда Ааа, нет Не надо Но решила остаться Давай, 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 давай Вперёд Походу мы пасхалку получили Париж увидели, да? Что-то он как... Мда Какой-то он не особо Париж, да? Так О Я нифига не понял, ну ладно Так, подожди, эта аллея же закрыта, да? Или подожди? Да, нет, вроде бы Погнали Тут эта будет сидеть, по-моему, девушка-то Вернона, да? Я прав? Нет? Или не прав? Подожди Стоп У меня ещё не этот момент По-моему, ещё не этот, да? Ммм Подожди А это назад или куда? Нахрена мы Вообще сюда пошли, вопрос Так, подожди Или мы Ааа Или подожди Стоп, почему? Почему нам дали сюда зайти? Вопрос Дерево? Вот вопрос Нафига нам дерево? Нафига нам дерево? Ребята Чё-то я не понял Дерево, 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 дерево Может, я не туда пошёл? Подожди, наверх Ааа Стоп, а это что? Это тот самый Париж, да? Где собакен Опа Ты куда? Ты к нам? Нифига себе Пам-пам-пам-парапам-пам Стоп, а чё это за дверь? Дверь была заперта Я не могла взломать её силой Да и Тебя никто не просит её Силой взламывать По-моему, нам не сюда Вот серьёзно Чё-то у меня такие подозрения, что Мы идём не сюда А вот если у меня это подозрение То значит Это значит Так, подожди Пожарная лестница Ну Второй раз по пожарной лестнице Правильно? Как в прошлый раз Подожди Три-икс Погнали Дверь была заперта Подожди Я не слышала ни звука А где пожарная лестница? Стопай Ты имеешь в виду Да в смысле? Секунду Подожди А где там пожарная лестница? Если это не она То где? Да ёбарасы ты, Нико Дверь была заперта Я не могла взломать её силой Ёб твою ж мать Я понимаю, мать Что нельзя Ты мне покажи, где пожарная лестница Мм? Подожди Если хата это Того Стопа, может имелось в виду Вот эту аллею А ну подожди Секунду Хотя я сомневаюсь, что именно Вот эта аллея, да? Или она? Подожди Нет, тут какая-то дверь Так, подожди Дверь Ага Вот это хрень Не, походу аллея нам ничего не даст Нифига Так, ладно Думайте, мозги Думайте, думайте Так Подожди Вверх 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 Так, подожди Обходить Подожди Обходить Но это ж, по-моему Обходить не с этой стороны Или с этой Подожди А я тут не вижу пожар Ну понятно, что тут закрыто будет Тут нет пожарной лестницы Стоп Что это? Понятно, это вообще не то Короче Я знаю, что я думаю, ребят Нам надо идти, короче, в ту аллею Так, дворника нам не нужна Дворняшка это так Подожди Аллея Нам говорили Идти к аллее Аллея, аллея, аллея Но аллея По-моему, это Здесь Здесь, по-моему, аллея Так, но если аллея здесь Или не здесь Тут пожарная лестница Я вообще не вижу Подожди Может это не та аллея Я что-то не могу понять Я какая аллея Вы сейчас не думаете, что я тупой Просто Что это такое Я не могла открыть дверь Я понимаю, что ты там дверь не могла открыть И эту ты не откроешь Подожди Что это такое Я не могла открыть дверь Ага Я понял Тин-ти-рин 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 Аллея Последняя аллея Остается вот эта аллея Но я не понимаю Я не понимаю А смысл Нам в эту аллею заходить Вот в эту Музыка-то заиграла Я в курсе Но Вопрос Где здесь? Может быть Что? Подожди Ну тут закрыто Блин Ну тут Риле закрыто Подожди Блин Короче Я сейчас попробую Там найти Но Что-то из-за того Что мы не можем найти Грёбаную Пожарную лестницу Так Подожди Блин Вы издеваетесь? Я правильно шёл? Что за бред? А могли бы предупредить Что я правильно шёл? Твою мать Подожди Ооо Я зря время потерял Несколько своих Драгоценных секунд Подожди Я всё правильно шёл Нам надо было Просто дверь заломать Так То есть Всё было правильно Так То есть я Себе Прохождение Удлинил Короче Нужна газета Где она Та самая газета? Мне надо было выяснить Почему Вернон Хотел меня видеть И почему он был убит Прежде чем Ему это удалось Так Старый трюк Но вдруг сработает И? Посмотрим Насколько правдивы Эти старые телефильмы Ага Серьёзно? Нежненько Получилось Ключ упал Точно на бумагу Ааа Ключ упал Так Подожди Ага Замок открылся С приятным щелчком Ага Так Чё тут у нас изменилось? Ммм Чё? Девушка всегда должна иметь При себе на собой платок Окей А кстати Сохранение новое будет? Нет Это плохо Так Подожди Ааа Ага Ну да В принципе Тогда нужно Идти В этот Так Подожди А где у нас вход? Здесь? Или где? Дверь была крепко заперта Подожди Значит не здесь А где может быть Комната этого? Я легко догадалась Кто окажется За дверью Да Девушка этого пацана Заходим А Он здесь поприятнее Брокенсворд выглядит Так Подожди Угу Окей Говорим с ней Простите Беатрис Зачем вы пришли сюда? Разве полиция вас не арестовала? Они меня выпустили Я не убивала Вернона Но видела женщину Которая это сделала Чего вы от меня хотите? Я хочу помочь Убирайтесь Так Я надо дать носовые платки Да? Вот Если вы не захотите разговаривать Я вас пойму Спасибо Такие деловые Могу я поговорить с тобой о Верноне? Он очень хотел с тобой встретиться О чем он хотел со мной поговорить? Ты знаешь? Ну В общих чертах Он ввел себя Так странно Продолжай Он сказал Что его жизнь в опасности Не позволял мне приходить к нему домой Мы встречались в саду Почему он был так напуган? Из-за этих людей Каких? Не знаю Они заплатили Вернону Чтобы он расшифровал один древний манускрипт Не знаю Почему они с ним так носились Этот манускрипт каждый может скачать из интернета Он его взломал? Еще бы Вернон самый лучший Был лучшим И что случилось потом? Они велели ему молчать Угрожали Это было полгода тому назад Значит он рисковал жизнью Чтобы поговорить со мной Но почему именно сейчас? Он сказал Что все сходится Что сходится? Он не хотел мне говорить Думаю То что было в манускрипте Ну давай Что ты знаешь О сейфе Вернона? Только то что он у него есть А комбинацию Не знаешь? Нет Она обязательно должна быть простой У Вернона была ужасная память Правда? Я над ним смеялась Потому что он все время спрашивал Когда у меня день рождения? Продолжайте Скажи еще раз Когда у тебя день рождения, малышка? Он так все время спрашивает А я ему отвечала 23 октября Каждый год И в один и тот же день Ладно, Леатрис Я пойду оставлю тебя здесь Нет Подожди А это женщина Что если она вернется? Не волнуйся Она не вернется Что ты собираешься делать? Я собираюсь ее найти И во всем этом разобраться Пизды им всем дать и все Спасибо за помощь До свидания Да Так Ну я так понимаю Что мы сейчас Должны Если ты что-то вспомнишь Или тебе просто будет нужно С кем-то поговорить Я буду на Рюжа Ри 361 Спасибо Я тебе очень признательна Так Где тут сраный сейф? Подожди Это что такое? Картина приятно Дополняла интерьер Еще один оригинал Стива Джобса Стива Джобса Так, подожди Давай Сложив единую картину То, что я узнала От Беатрис Я поняла, что комбинация Это дата ее рождения Вуаля Внутри были всего две вещи Нарисованная от руки Схема и DVD Так, а дальше? Ха Погнали Так Выход где? Там, да, по-моему? Угу Хе-хе-хе Хе-хе 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 Не, ну в принципе Игрушка интересная Местами она, конечно Мне напоминает Лару Крофт По-моему Ангел Смерти Или как он там Лара Крофт называется Ангелы Что-то там Ангел Тьмы, вот Напоминает Ангел Тьмы Так, подожди Ага DVD был у меня Теперь мне надо было узнать Что на нем Лучшее, что я могла сделать Это вернуться домой Что за ААА Боже мой, почти Это была та самая спортивная машина, которую я перед этим искала. Ну, блондинка, погоди. Так, квартира Нико, да? Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Я подумывала о том, чтобы уехать отсюда. Давай. И решила зайти к себе в квартиру. Да. Так, подожди. О чём мы типа... Должны прослужить. Я подумала, что стоит проверить сообщение. У вас есть новое сообщение. Бонжур, мадемуазель. У меня есть для вас очень важное сообщение. Карнизы. Когда вы в последний раз проверяли карнизы? Хм, так я и думал. Вообще-то, я представляю компанию нет деградации карнизов. Я хотел рассказать вам о предложении карнизы в массы. Пятидесятипроцентная скидка на все карнизы, заказанные до конца месяца. Помните, ваш карниз, ваше лицо. Почему бы не исключить деградацию из своей жизни? Ах, не утруждайте себя ответным звонком. Я сам перезвоню. Нико, это твой редактор, помнишь меня? Где ты была эти два дня, чёрт побери? Что это за чепуха с арестом? Перезвони мне, как только прослушаешь это сообщение. Так, подожди. Кому позвонить? Возможно, мне следовало позвонить... В газету? Надо позвонить в газету. Ну, давай. Отдел новостей. Привет, Кэндис. Он у себя? Опять на совещании. Он позвонил мне и оставил сообщение на автоответчике. Я скажу ему позвонить тебе. Когда у нас вводится? Пока. Подожди, квартира не Ко. Проиграйте DVD. А-а-а, подожди. А как его вставить? Стоп. Подожди. Подожди. Когда я вставляла диск в плеер, руки у меня дрожали. Что могло быть настолько важно, чтобы убить за это Вернона? Если ты смотришь это, Машка, значит... Значит, ты знаешь, что случилось. Весь мир в опасности, Беатрис. В манускрипте, за расшифровку которого мне заплатили эти люди, скрывалась тайна. Смертельно опасная тайна. Хотя тогда я этого не знал. Помнишь про все эти землетрясения и дикую погоду, о которых я говорил все время? Все это предсказано в манускрипте. Оказывается, он весьма знаменит. Называется «Рукопись Войнича». Люди пытались кракнуть его многие годы, а сделал это я. Я, Вернон Блие. Я расшифровал мне все, но того, что я понял, было достаточно. В нем говорится о силе, могучей настолько, что она могла бы уничтожить все человечество. Она постоянно обтекает землю по маршрутам, известным как силовые линии. Китайцы называют их путями дракона. Представляешь, одна древняя цивилизация даже научилась использовать эту энергию. И это дало ей великую власть. Потом они стали алчными и потеряли контроль. Сила нанесла удар. Она чуть не разрушила весь мир. Беатрис, люди, которые заплатили мне, хотят обуздать эту силу. Если они это сделают, наступит конец света. Самый настоящий. Здесь ты найдешь диаграмму. Она очень важная. Хотя я не понял, почему. Пока не понял. Я знаю о двух вещах, которые очень важны. Нечто под названием «Ключ Соломона». И странная фраза. Дьяволы и ведьмы пляшут с коровами на шабаше. Чем больше я работаю над бонускриптом, тем больше моя растерянность. И тем больше я боюсь за свою жизнь. Что бы ни случилось, Мышка, я люблю тебя. Мне нужна была большая тема. Похоже, я ее нашла. Но чтобы понять, что все это значило, мне нужна была помощь. Ну, понятное дело. Да, подожди. Возможно, мне следовало позвонить... Андре. Я подумала, что у Андре могут быть какие-то идеи. Андре Лобино. Привет, Андре. Хорошо, что ты появилась. Я о тебе очень волнуюсь, знаешь ли. О, Андре, ты такой милый. Давай, спрашивай. У меня серьезная проблема, Андре. Мне действительно нужна твоя помощь. Расскажи мне, что случилось, и я посмотрю, что могу сделать. Парень, которого убили. Тот, у которого ты пришла брать интервью? Да, он. Он оставил мне сообщение. Записал его на диск. Как драматично. Голос с того света. Это серьезно, Андре. В этом послании он говорит, что сумел расшифровать некий манускрипт Войнича. И еще. Ты знаешь что-нибудь о ключе Соломона? Я должен посмотреть сам. Жди меня у себя. Что бы ни случилось, Мышка, я люблю тебя. Если хотя бы десятая часть всего этого правда... Придется признать это, Андре. Давай подведем итог того, что он нам рассказал. Нечто под названием рукопись Войнича утверждает, что некая древняя цивилизация воспользовалась энергией, которая протекает прямо через планету. И что кто-то пытается воспользоваться этой силой сегодня, возможно, вызывая по ходу дела землетрясение. Странная диаграмма и нечто под названием ключ Соломона имеют важное, хотя пока и не ясное значение. Я не имею ни малейшего представления о том, что такое эта диаграмма. Но я знаю, что такое ключ Соломона. Что он открывает? Это знаменитая книга, в которой содержится мудрость Соломона. А что еще там было? Дьяволы и ведьмы пляшут вместе с коровами на шабаше. Ммм... Считалось, что дьяволы и ведьмы пляшут на острове Сен-Луи. Часть этого острова называлась Иляваш. Коровий остров! Связь с островом Сен-Луи очевидна. Если бы нам только удалось ее нащупать. Так, подожди, теперь позвонить в эту надо, что ли? Возможно, мне следовало позвонить... В газету. Надо позвонить в газету. Отдел новостей. Мне нужна твоя помощь. Для этого я тут и нахожусь. Ты у нас бывшая актриса. Ты должна это знать. На острове Сен-Луи есть что-нибудь связанное с театром? Там есть старый театр. Я знаю людей, которые несколько лет назад пытались открыть его снова. Но последние пять лет он совершенно заброшен. А название у него есть? Леероглиф. Спасибо. С меня причитается. Так. Пока. Так, отлично. Теперь что поговорить с Андре? Что это может значить, Андре? Нам придется подойти к этому методически. Ты сказал, что ключ Соломона это книга? Да. Есть даже древние манускрипты на иврите, которые считают именно этой книгой. Но серьезные ученые не верят в их подлин. Возможно, в настоящей книге есть еще что-то про эти дела. А какова роль острова Сен-Луи? Не имею представления. Возможно, нам нужна привязка к другому источнику информации. Так. Думаешь, театр как-то связан с этим островом? Тебе придется провести небольшое исследование. Я знаю, куда следует позвонить. Я понял. Как ты думаешь, что представляет собой этот узор? Похоже на паука. Андре, это серьезно? Думаешь, это может иметь отношение к силовым линиям, о которых он упоминал? Может, это то место, где силовые линии встречаются? Гениально! Честное слово! Только как это сможет нам помочь? Так, и последнее театр, да? Андре, ты знаешь что-нибудь о театре под названием Ле Роглиф? На острове Сен-Луи? Да. Нет. Значит, мне придется взяться за расследование. Понятное дело, что тебе придется взяться за расследование. Так. Подожди, у нас есть пункт уже? Театр нет? Я хотела выйти из квартиры. Да, есть. Погнали. Андре, я собираюсь опять поохотиться за уликами. Слегка поздновато для того, чтобы шляться по старому театру. Со мной ничего не случится. Как обычно. Алло? Помнишь меня? Я твой начальник. А-а-а! Где ты, черт возьми, была? В тюряге. Как это так вышло, что ты не внес за меня залог? Как раз сейчас у нас небольшие проблемы с финансированием, Нико. Именно поэтому у нас есть для тебя новые задания. Я все еще работаю над темой убитый хакер. Это вчерашние новости. Я хочу, чтобы ты... Я собираюсь с этим до конца разобраться. Бросай эту тему. Нет, меня кто-то подставил. У тебя нет права выбора, Нико. Мы так не договаривались. Если так, я увольняюсь. Знаешь, мне стало лучше. Остается только один маленький вопрос. Как ты будешь платить по счетам? И что ты будешь есть? Что-нибудь наклюнуть. Ты говоришь, как твой друг Джордж. Судя по виду, театр был заброшен уже многие годы. Мне не верилось, что это то самое место. Чтобы разобраться, я должна была попасть внутрь. Понимаю, да. Такс. Окей. На всякий случай. Да подожди, что ты, блин. Так. Сколько там уже по времени? Оу. Короче, ребят. Давайте, наверное, вот на этом моменте остановимся. На этом крутом, интересном моменте. Вот. Так что прикольно прошли первое прохождение. Всем до новых встреч. Всем до скорого. С вами был Казуков Фэмили. Не прощаемся. Ставьте лайки. Подписывайтесь на уведомления. Колокольчик. А всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok